Добрый день, коллеги! Я рада, на самом деле, что у нас есть такая возможность обсудить книгу Мэтта Салганика. Я представлю его буквально в нескольких словах. Это профессор социологии Принтонского университета. Книга вышла относительно недавно, в 2017 году, но действительно получила большое внимание со стороны профессионального сообщества. И называется она «Bit by Bit – Social Researching at Digital Age». Прошу прощения сразу, что презентация будет много звучать англоязычных логов, потому что она очень трудна, на мой взгляд, для русскоязычного перевода. Я позапруднилась. Но начну свою презентацию с термина «Bit». Как известно, он был введен, под ним поднимается в первую очередь, минимальная единица измерения информации. И был этот термин введен в научный оборот еще в 1948 году американским математиком Джоном Тьюки. И он же стоял у истоков, собственно говоря, формирования небезызвестной нам «Data Science», то, что мы сегодня называем «наукой о данных». И по мере… Сегодня это не просто мощнейшее научное направление, практическая деятельность, но и профессия. И по мере того, как «Data Science» набирала обороты, вот такая легкая нервозность стала ощутима во всех социальных науках. Я бы сказала так. Где-то нервозность, а где-то даже панические настроения. Но приведу пример. Наверное, наибольшая паника характерна для статистикам, поскольку напрямую просто звучали призывы переименовать статистику в «Data Science». Но нервозность – это характерно и для социологов, и для маркетологов, и даже для этнографов. Ну и, конечно же, управленческие науки тоже на сегодняшний день находятся в открытой волной, так скажем. И поддерживают призывы «Мир больше не будет прежним». Так вот, предлагаю, на слайде представлен «Белый кролик» из известной сказки Левиса Кэрролла, который на самом деле его функция ключевая заключается в том, что он является проводником в какой-то другой мир. Ну вот, собственно говоря, в какой другой мир мы за ним проследуем, я бы пытаюсь объяснить. Собственно, этот другой мир представлен на страницах книги Мэтта Салганика, поскольку он изначально уверен, что «Data Scientist» и «Social Scientist» – это два разных мира, два разных сообщества. И он ведет коммуникацию одновременно и с первой группой, и со второй. Для «Data Scientist» он пытается объяснить, что такое «Social Research», а для «Social Scientist» он пытается нам донести возможности больших данных, вообще рассказать, что это такое. Но здесь же скажу следующую вещь, что почему, на мой взгляд, книга получила такую популярность? Прежде всего, потому что она носит терапевтический характер, она снимает все стражи, которые только могут у нас существовать. Здесь представлен такой здравый, взвешенный, позитивный взгляд в будущее. И поэтому, мне кажется, это то, чего нам не хватает на сегодняшний момент. Но я попытаюсь донести основные идеи этой книги, но хочу сразу сказать, я ее читала как представитель «Social Scientist», то есть я передам только эту коммуникацию. Мне, конечно, было бы интересно, если кто-то бы сказал, если есть представители другой комьюнити, попытался объяснить, в чем он видит коммуникацию и что пытается донести до них Мэтт Салган. Но прежде всего, как я сказала, на Мэтт Салгане пытается объяснить, что такое большие данные. И первая трудность, с которой я вообще сталкивалась, это понять, ну вот появился какой-то класс новых данных, ему дали особый лейбл, большие данные, но теперь возникает вопрос, о чему эти данные противопоставляются. То есть как называть все то, что не относится к большим данным. Но первая интенция, конечно же, сказать, что маленькие данные, которые произведены маленькими, исследовательными, ну и так далее. Но это, конечно, глупо и смешно где-то. И если попытаться подкопаться глубже, чему же противопоставляются большие данные, то, на мой взгляд, они противопоставляются традиционным данным. Но такого названия вы нигде не встретите, это, что называется, мое название, поскольку все избегают как-то именовать все прочие данные. Традиционные данные. И водораздел между большими данными и традиционными данными, он, конечно же, проходит не на уровне размера. Различие заключается в производстве данных. Итак, есть традиционные данные. Это данные, как говорит Солганик, специально созданные для исследования. То есть в результате наших научных изысканий мы производим данные, которые позволяют нам ответить на наши вопросы. В случае же больших данных, это данные, которые изначально не созданы, но не в целях исследования. И для того, чтобы стать исследовательскими данными, они требуют перепозиционирования и специальной работы по их целевому назначению. Переопределение их цели. И Солганик здесь приводит замечательные два примера. Он говорит, что традиционные данные может олицетворять статуя Давида, которая является результатом работы творческой таланта Микеланджело. А олицетворением больших данных служит вот этот фонтан Дюшана, который изначально был фонтаном, но в результате ряда манипуляций Дюшана он стал произведением искусства. Ну, это вот такая аналогия. И что же такое большие данные согласно Солганику? Это данные, которые принадлежат компаниям и государству, ну или государственным органам, которые созданы с иными целями, нежели исследования, и которые созданы, хранятся и оказываются доступными благодаря цифровым технологиям. Ну, вот самое такое развернутое определение, которое мы у него находим. И он говорит, давайте посмотрим, какие есть достоинства и ограничения этих данных. В качестве достоинств он выделяет их размер, актуальность и нереактивность. Ну, когда мы говорим большие данные, это действительно большие. Они могут исчисляться миллионами. И что нам дает их размер, грубо говоря? То, что малочисленные группы оказываются статистически наполненными, и у нас возможен полноценный статистический анализ этих групп. А значит, все тонкости междугруппового, групповых различий поведения людей нам тоже оказываются доступными. Актуальные, это значит, что здесь и сейчас мы всегда имеем информацию. Если взять РЛМС, к примеру, да, самые актуальные данные по данной годичной давности. Здесь мы имеем обратную ситуацию. И, наконец, они нереактивные, но якобы это поведение людей в естественном состоянии мы снимаем. А когда мы производим свои данные, то мы внедряемся в их мир и видоизменяем поведение. Здесь же как бы у нас некая естественная картина. Ну, как вы видите, достоинств солдания у больших данных намного меньше, чем ограничений. Вот ограничения у него в большой список. И, как мне кажется, ключевое ограничение, это не полнота этих данных. Это вообще ключевая характеристика для понимания всей идеи его книги. Он говорит, что данные, как правило, неполные, и не хватает в них соцдема, не хватает информации о том, как ведут себя люди на других платформах. И самое главное, они не удовлетворяют требованиям теоретической валидности. То есть они слабо связаны с нашей теорией, с нашими теоретическими конструктами, потому что они созданы изначально в других целях. Эти данные трудодоступны. Это означает, что они принадлежат компаниям, государственным органам, и нам сложно получить к ним доступ. Одна из важных характеристик – они измельчивы. Это означает, что не только объект меняется, который мы измеряем, но самое главное, что это все время меняется инструмент измерения. Я приведу краткий пример. Возьмем журнал экономической социологии, он электронный, существует в 2000-х годов. И всегда был встроен счетчик в платформу, на которой он существует, который позволял измерять тираж или количество скачивания номеров. И делали мы замеры раз, два раза в месяц. И жили мы себе спокойно лет 10 в 2000-х годах. А потом началась свиста бляска. Каждый раз приходила новая команда и говорила, слушайте, вы существуете в каких-то устаревших реальностях. Их счетчики уже так не считают, нужно поменять. Сначала мы бесконечно меняли эти счетчики на самой платформе, а потом сказали, да, ну какие собственные счетчики, все уже давно измеряют. И пользуясь счетчиками я, в Google Analytics пошло-поехало. Но, как вы понимаете, это потери каких-либо рядов, невозможность построения лонгитюдных исследований, и, соответственно, об этом говорит Салгар. А значит, и невозможность прогноза. Еще одна важная характеристика, это то, что данные не репрезентативны по правилам. Но Салгарик здесь пытается донести следующую мысль, что в этом ничего страшного, нужно только понимать, что эти данные заточены для другого класса задач. И он на красивом примере это объясняет. Он говорит, что был когда-то такой ученый Джон Сноу, который занимался вопросами распространения холеры. Была очередная вспышка в Лондоне, и на тот момент владенствовала гипотеза, что холера этой инфекцией распространяется воздушно-капельным путем. У него была альтернативная гипотеза, связанная с тем, что причины кроются в питьевой воде. И на тот момент в Лондоне несколько компаний было водоснабжающих. Он взял просто данные двух районов, которые обеспечивались разными компаниями, и сравнил. Это послужило важным аргументом для раскрытия и понимания, что такое холера. Так вот здесь, на этом примере Салгарик пытается донести, что Сноу не нужно было проводить репрезентативного опроса всех горожан для решения этой задачи. Здесь репрезентативное следование совсем ни к чему. Эти данные заточены на межгрупповые сравнения. Ну и, собственно говоря, в этом и деле. Эти данные алгоритмизированы, но не будет долго распространяться. Скажу, что мы должны относиться к ним с осторожностью, поскольку за ними всегда стать некие разработчики и их алгоритмы, в соответствии с которыми платформы работают. И поэтому каждый раз нужно понимать, точно ли мы говорим с вами про естественное поведение людей, а не про те алгоритмы, которые зашиты в платформу. Ну и, наконец-то, данные грязни требуют большой работы по очистке и, конечно же, нередко сенситивные. Ну, к примеру, данные о болезнях, успеваемости, наших расходах и тому подобное. Это нужно иметь в виду. И здесь, собственно говоря, он говорит, каким образом люди на сегодняшний момент, ученые, сочетают возможности больших данных с их исследованием. Но одно из возможных сочетаний, это найти интересный исследовательский вопрос. И, собственно говоря, ничего страшного, что на уровне анализа данных вы лишь пытаетесь ответить на вопрос «Сколько?». Ну, там простые идут арифметические расчеты, но не нужно недооценивать, как быть, простые арифметические расчеты, потому что нас интересует важный, интересный вопрос, который мы ставили. Ну, и здесь приводится пример, что в группе исследователей были доступны данные о поведении таксистов в городе Нью-Йорке, и вот их интересовала, какая конкурирующая теория больше описывает их поведение. Поведенческая экономика или неоклассика? Неоклассика предполагает, что таксисты максимизируют свой доход в дни, когда, что называется, работа прет. А поведенческая экономика предполагает, что таксисты зарабатывают необходимый для себя заработок, желаемый, на этом останавливаются, дальше максимизируют время отдыха. Но на основе этих данных, казалось бы, простые расчеты за этим стоят, они выяснили, что неоклассика работает лучше и лучше описывает поведение таксистов. Вот, вторая стратегия возможного сочетания связана с тем, что мы можем предсказывать текущее положение дела. Я сказала, что данные изменчивые, унитюдные исследования, а значит, прогнозы средние, долгосрочные, практически трудные, выполненные. Но зато мы можем точно предсказывать текущее положение дела. Здесь разбирается пример о том, что часто во время эпидемии и вспышки простудных заболеваний государственным органам необходима информация, какой уровень заболевания на текущий момент. И, как правило, они получают эту информацию из опросов врачей. И врачи, но эти данные всегда приходят в двухнедельном запоздании. И это достаточно сложная ситуация, потому что слишком поздно, слишком старые данные. Так вот, Google им предложил решение. Они сказали, что у нас есть решение, мы можем точно прогнозировать текущий уровень заболевания путем обработки запросов, которые люди делают в поисковой системе. То есть они там спрашивают, что такое флу, как лечиться, какие способы, какие симптомы и так далее. И на этом вот таким образом предсказывать более точно текущее положение ситуации. Ну и наконец, я не знаю, как это переводить на русский язык, то есть мы можем, ну как бы эти данные нам позволяют, больше дают возможности для полевых разных экспериментов проводить. Важно лишь найти вот то событие, которое позволяет рандомизировать респондентов. И приводится пример, что у группы исследователей, бесконечно буду говорить про группу исследователей, были данные, и они хотели ответить на вопрос, как служба в армии или военная служба оказывает влияние на последующие доходы. И им нужно было вот это вот событие рандомизирующее, и благо оно в Штатах было, потому что во время Вьетнамской войны им нужно было увеличить военные силы, и они решили увеличить призыв молодых людей. Как они это сделали? Они это сделали путем проведения лотереи. И разыграли, какие даты рождения пойдут в армию, а какие даты рождения не пойдут в армию на текущий маят. Это вот такой сокрытик служил рандомизирующим и позволил авторам провести так называемый полевой эксперимент. Но я хочу сказать, что до сих пор мы с вами говорили о больших данных и о том, что они являются скорее продуктом некого наблюдения. Но, как мы, сам Салганин говорит, социальные ученые или social scientists, они все-таки хлеб зарабатывают другими способами. Ключевым нашим методом работы являются опросы и эксперименты. И здесь он доводит важную, на мой взгляд, мысль всей его книги. Что? Чем больше будет спрос на большие данные или существует, тем больше будет спрос на традиционные данные, на данные опроса. Это как бы вот тезис, который он раскрывает в коммуникаторах. Почему? Ну, потому что, вспоминаем, большие данные, это, как правило, неполные данные. Они всегда требуют дополнительной информации. И дополнительную информацию может дать в том числе опрос. Во-вторых, большие данные, это все-таки данные наблюдения. Но, как мы знаем с вами, что не все далеко подвержено наблюдению. Это и абстрактные категории, и эмоциональное состояние, и знания, и ценности людей, и интерсубъективной реальности, и смыслового поля, и можно бесконечно говорить о том, чем мы с вами занимаемся. И, безусловно, никакие наблюдения нам не позволят работать с этими категориями. Нам нужна дополнительная информация, привычная нам, которую мы получаем с помощью опросов. И таким образом получается, что ценность одних данных, согласно Solganica, будет повышать ценности других данных. Но, на то, что не нужно забывать, что цифровые технологии все-таки меняют и саму опросную индустрию. То есть мы это тоже должны иметь в виду. Что значит меняет опросную индустрию? Это значит, что мы сегодня в новой эре, мы перешли от телефонных опросов, от опросов face-to-face к опросам, ну, так скажем, в digital, я не знаю, сейчас по-русски. Цифровым. Цифровым опросом. Ну, окей. Цифровым опросом. Он приводит статистику, что сегодня уровень ответов стандартных телефонных опросов под 90% среди. И, соответственно, мы имеем дело, как правило, все-таки с опросами, администрируемыми разными гаджетами, компьютерами, планшетами, чем угодно, телефоном. Что это означает? Я вот сейчас на этом сосредоточусь. Это означает, что, с одной стороны, исчезает, как класс интервьюер. И, с одной стороны, мы как бы решаем задачу эффекта интервьюера на поведение респондента, но, с другой стороны, казалось бы, мы теряем контроль над поведением респондента. Но Салганик, как мне кажется, опять же, это все мои интерпретации, говорит, что нет, мы не теряем контроль, мы его компенсируем. Таким образом происходит компенсирование контроля. Если у нас исчезает интервьюер, повышаются такие техники, как генификация, разные техники повышения вовлеченности и заинтересованности респондентов в ответе на наши опросы. И также мы встраиваем сегодня наши опросы в их повседневную жизнь, делая более как бы так, ну, частью элемента повседневной жизни. Когда мы отвечаем на вопросы в метро, еще где-то, ну, и так далее. Часть нашей жизни. Еще цифровые технологии, Салганик это подробно описывает, сегодня создали большие возможности для невероятностных выборов. Это как бы новая эра, новая реальность. Что для нас в этом необычного? Ну, как мы знаем, невероятностный выбор вообще-то стигматизирован, на мой взгляд, в социологии. То есть, любое, там, не знаю, занятие по социологии, то красочный пример о том, как социологи фейм, да, провалили свое задание, это за этим примером стоит их работа с невероятностной выборкой. Но Салганик говорит, что нет, это уже как бы часть нашей реальности. И у нас есть онлайн-панели, бесконечные опросы через интернет и так далее. Это все невероятностные выборки. Нужно как мы относиться спокойнее, уже есть техники работы с невероятностными выборками. Он подробно разбирает взвешивание, пост-ратификационные техники и сочетание пост-ратификационных многоуровневых регрессий. Там это все очень подробно разбирается. Ну и, наконец, последний пункт здесь, это то, что, по его мнению, опросы и большие данные будут все больше и больше между собой связаны. И в чем эта связь? С одной стороны, как я уже говорила, опросы будут давать недостающую информацию для больших данных. Второй момент, они слушают такой опорной точкой корректировки своих результатов, полученных на больших данных. Ну вот тот же пример с Google, который пытается предсказать текущее положение уровня заболевания простудными разными штучками. Так вот, иногда у них есть провалы, и вот для того, чтобы эти провалы почувствовать понятие, можно сопоставлять свои данные с традиционными данными. Ну и, наконец, самый любимый сюжет в этой книге, он связан со следующим. Сюжет есть такие исследования, которые делают чудо, на мой взгляд. Первое. Вот у вас есть, представьте, большие данные, миллион, короче, информации о звонках людей. То есть, какие-то делают звонки, там, и куда пишут свои месседжи. Что дальше делают исследователи? Они берут, и среди этого миллиона человек делают под выборку, ну, тысячи человек, например. И эти тысячи человек опрашивают по своей анкете, например, про их политическое поведение. Дальше что происходит? Они на этой подвыборке учатся на основе данных, которые зашиты в больших датах, прогнозировать, ну, предсказывать ответы на наши вопросы в анкете. Для чего? Для того, чтобы вернуться к большим датам, к тем 999 тысяч людей, и на основе зашитых данных от звонка спрогнозировать, каким образом они бы ответили на нашу анкету. и тем самым генерировать новый массив опросных данных. Вот так вот, и эти уже исследования есть, что самое главное. И для меня, как это, ну, собственно говоря, вообще удивительный факт. Еще буквально несколько слов скажу, что не только мы занимаемся опросами, но еще и экспериментами. И здесь Солганик тоже подробно все разбирает, но основная мысль, что помимо нам известных полевых исследований, экспериментов, лабораторных экспериментов появились новая позиция, цифровые эксперименты и аналоговые, так скажем, эксперименты. И цифровые, ну, сочетают в многом себе элементы полевых и лабораторных экспериментов, но ключевая их, как бы, особенность то, что их легче проводить. То есть в каком-то эксперименте измерить, там, миллион, провести миллион измерений довольно сложно. В цифровом это становится намного легче. А такая легкость проведения экспериментов позволяет нам выйти за пределы простых задач, которые решают, как правило, эксперименты. Что имеется в виду под простыми задачами? Мы в рамках эксперимента пытаемся лишь ответить на вопрос, работает или не работает этот фактор, ну, какой-то, один, который мы контролируем. Когда мы можем проводить много этих экспериментов и легко, мы можем держать в голове другие задачи. связанные с валидностью, с задачами измерения гетерогенности влияния и выявлению механизмов. Там тоже в книге подробно разбирается эксперимент, связанный с тем, как информация влияет на людей, в смысле, на их энергосбережающие практики. Так вот, они в рамках этого эксперимента провели, ну, что мы понимаем, 111 экспериментов. Ну, конечно, они разного типа информации могли там протестировать на разных группах людей, ну и так далее. То есть это абсолютно другой уровень уже работы. Еще одна популярная тема в последнее время. Это развитие в науке такого, я даже не знаю, как это назвать, подтипа гражданская наука. Ну, наверное, уже кто-то слышал, что такое гражданская наука. Это когда мы для своих научных целей привлекаем волонтеров и любителей науки, так скажем. Что, и тут уже есть ряд работ, и он говорит, что, в принципе, такая коллаборация, вот она в трех визах сейчас возникает. Это первая коллаборация, когда мы объединяем усилия многих людей для решения микрозадач. Здесь разбирается пример, когда ученым нужно было классифицировать 60 миллионов галактик. В принципе, классификация была легкой. То есть научить другого человека, любого, независимо от его образования, навыков, классифицировать можно за две минуты. Вопрос в объеме. Тогда они стали устраивать марафоны, там 11-часовые, привлекаете к волонтерам для классификации. Это вот один пример. Дальше, ну, как бы, есть еще проекты, когда устраиваются конкурсы разные. Например, Netflix организовывал конкурс в поисках лучшего алгоритма, который бы объяснял, как люди рейтингуют фильмы у них на платформе. И вот в этом конкурсе участвовали, собственно говоря, там и хакеры, и ученые, и так далее. Вот они предлагали свои алгоритмы и выбирался лучше. Ну, и, наконец, еще один есть вид коллаборации, это когда мы просим людей помочь нам в измерении какого-то феномена. И здесь вот разбирается проект, и он аналогичный русский, я так понимаю, когда мы просто просим людей присылать нам любые увиденные фотографии либо описания птиц. И таким образом постоянно пополняем, классифицируем нашу базу данных, наш массив, наш объект. Это наем. Вот, что впереди по мнению солдаников? Придет такая картинка по его сути. То есть, вот Давид с горшком на голове, извините за выражение, но вот как бы это, это, собственно говоря, да, будущее по солданикам. Что за этим стоит? Это значит, что мы переходим к гибридным дизайном исследованиям. Ну, не знаю, как к этому относиться, но возможно повышается спрос на некую универсализацию что ли от нас. Мы переходим к этапу активного участия респондентов в сборе данных. Ну, здесь спасибо большое, что не в анализе данных. Пока мы еще даем активную роль отводим, но вот как бы это нас ждет. И выход на первый план вопросов в этике. Вообще, я про этику в своем выступлении не планировала рассказывать. Там у него большая программа этическое его предложение, продуманное и связанное с следующим. Ну, как бы он объясняет, зачем он это продумывает и столько уделяет этому вниманию. Дело в том, что на данном этапе происходит кооперация компаний и государственных органов и исследователей. А значит, приумножается власть над обычными людьми. Соответственно, эта власть требует ограничений. Согласно солданику. И что еще важно делать такой месседж, призыв, что мы любое наше исследование, которое проводим, должны рассматривать сами. Через призму как общеэтических воззрений, так и общих формальных правил, которые существуют как в нашей корпорации, в которой мы работаем, так и в государстве. Ну, это его такой посыл. Ну, и, конечно же, нас ждет сочетание социальных наук и data science. Наконец, я еще от себя добавлю, у меня есть один слайд, это мое произведение. Как меня удивило по мере чтения разной литературы на эту тему, что мне так показалось у нас в социологии очень какое-то пренебрежительное, что ли, отношение к своим данным. Вот так, они нам с таким трудом достаются, но вот что дальше с ними происходит, я имею в виду, как они хранятся, где они хранятся, насколько мы легко делимся ими вообще, как создаются архивы этих данных. По мне, за этим стоит много чего мы не умеем в результате в работе с этими данными. Затем, конечно же, поскольку data science и big data стали столь популярными, нужны нам либо самим приобретать эти навыки, либо понимать, что делают другие. То есть, как они переводят информацию, массивы данных, пригодные для обработки анализа нашими привычными способами. Вот хотя бы на уровне логики, как это происходит. И еще один сюжет. Мне кажется, что мы незаслуженно на сегодняшний момент куда-то на задборке вытесняем навыки свободной интерпретации. Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот в моем всем презентации все время говорилось скорее про большие данные, про статистику, про количественные опросы. Но нужно понимать, что сегодня в качественных дизайнах или вообще в работе с текстами тоже происходит техническая революция, связанная с расширением машин лернг, методов машин в обучении. Если взять даже хотя бы последние работы Димачо Пола, который, как известно, себя позиционирует с теологом культуры, но выслать несколько работ по новым методам работы с текстовыми данными, в частности, за которым стоит кодирование и то, как это делает машина. И оно же давно не ограничивается простым количественным счетом контента анализа. Это уже давно то самое тематическое кодирование, сего и кодирование, все-все-все-все. Только на больших массивах и даже там не очень. Но, как мне кажется, не только нужно эти навыки осваивать, но за этим стоит такая революция в работе с машинами, борьба с машинами. Нужно понимать, что машина как бы это освоит. И, может быть, мы освоим за машиной, что она там делает. Но чего пока машина не может, это навыки свободной интерпретации. Вот я про то, когда мы так говорим, ну, что там за работа, значит, прочитал все интервью и написал. Где тут процессы кодирования и вот это все остальное. Ну, как бы процедура кодеев. Так вот, мне кажется, что это одни из тех навыков, которые, в принципе, тоже требуют развития. Но я на этом остановлюсь. Вот. Следующий еще три пункта здесь важен. То, что происходит, мы должны понимать, перебалансировка вероятностных и невероятностных выборов. Об этом я подробно сказала. Также происходит перебалансировка описания и объяснения. То есть, ациологи, как правило, говорят, что тут такое, в работе одно сплошное описание, а где тут объяснение? Так вот, тот же Эбботт, Эбботт говорит о том, что мы зря сейчас недооцениваем это описание. В сочетании с возможностями больших данных и так далее, они имеют большую ценность. И здесь вот как бы идет тоже эта перебалансировка, кто, значит, доминатная позиция, а кто почему. И, наконец, последний пункт, конечно же, происходит, это должно тоже создавать, пересмотр, вообще, связи между данными и теорией. Что такое выход на первый план Data Science? Это выход на первый план на сегодняшний момент индуктивных наук или индуктивных подходов. И это их новый виток, собственно говоря, ровно такой же, как был когда-то с изобретением Grounded Theory. И звучат, конечно же, на сегодняшний день вообще диозные всякие высказывания из разряда на теории больше не нужна. Теперь только Data Driven Research имеет силу. Надо пересмотреть логику написания всех академических статей, что за всеобщее притворство и всеобщая ложь писать сначала теорию, если какая-то гипотеза, потом данные, когда уже давно многие идут о данных, а потом в теории. Ну, вот это все можно собственно на большом объеме сейчас третью в литературе. Так вот, на мой взгляд, безусловно, тут как бы нужно понимать, что происходит перебалансировка Data Driven Research и Theory Driven Research. Вопрос только как бы мы отвечаем себе на этот вопрос. По мне, я вот, несмотря, попыталась разобраться в этой теме, но все-таки остаюсь тезисом, который в свое время был озвучен Мертоном и Лазерскертом, что для сцологов важна систематическая работа с данными. за этим стоит простое понимание, что нам важно бесконечно этот рекурсивный переход вот даже в теории, наоборот, теории к данным. Но для сцологов, они также основатели вопроса социологии, говорили о том, что данные в социологии без теории тоже мало имеет значения. Вот. Я уложила свои 30 минут, на этом завершу вот этой картинкой, и можно сказать, что когда чего-то больше, что-то ожидаешь, это несет какой-то себе такой зловещий может быть. Спасибо большое, коллеги, как я вас договорилась, что... Коллеги, большое спасибо за возможность тоже, что называется, высказаться и позицию уже озвученного, и тем не менее, еще и возможность чуть-чуть покритиковать Солганика в том плане, что книжка имеет, на самом деле, двойственную природу. С одной стороны, эта книжка действительно будет фреселлером, потому что она простым языком пытается объяснить тот весь, ту всю противоположную сущность айсберга, в котором существует наука данных. С другой стороны, Солганик пытается упростить многие процессы, и, к сожалению, в большей степени, на мой взгляд, зафиксировал некоторые тренды, при том, что очень много методов, очень много даже предметов исследований, к сожалению, уже ушли далеко вперед. И, к сожалению, мы можем говорить о том, что имеет место скоропостижная смерть одних направлений исследований, методов, и в то же время одновременно рождение новых. Все происходит гораздо быстрее, чем мы думаем. и для того, чтобы лучше всего понимать бит-бай-бит, имеет смысл немножечко отойти в сторону в более глобальный контекст, в котором книга, скорее всего, и была написана. Речь идет, конечно же, о computational social science, то есть вычислительное социальное исследование. Это направление, которое родилось во многом благодаря природе науки от данных и в том числе технологическим достижениям. Потому что как только единица информации стала дешевле и как только единица компьютерного железа стала дешевле, позволяя увеличивать в объеме как железо, так и софт, так и информацию, социологи тоже во многом начали переключаться в этот контекст. Но при этом, конечно же, происходит некоторая трансформация мышления. И одна из проблем, конечно же, с которым мы будем сталкиваться, это то, как мы должны теперь мыслить в этом всем. Не только то, что бывает с алгами в отношении новых данных, новых подходов к исследованию анализа, но и то, как вообще действительно выстраивать метод анализа, как вообще выстраивать статьи, все переворачивается, казалось бы, с ног на и наоборот. Эта книга написана Клаудио Чофи Ревия, профессором, как ни странно, вычислительных социальных наук Джордж Мейсон Университи. И можно сказать, что на сегодняшний день очень много исследований и вообще в целом данное направление уже относительно зрелое и закрепилось на некоторых уровнях методологии, на некоторых уровнях даже предмета исследований. И что важно, это то, что когда мы пытаемся отойти от классических методов и перейти в сторону работы с более инструкторированием данными, мы в первую очередь вынуждены переключаться на Information Processing парадигм. То есть на ту парадигм, в которой действительно больше фокусируются программисты, нынешние статистики и люди, которые больше ориентированы на аспекты, связанные с вычислениями, нежели интерпретацией. И в результате и Computational Social Science, и по сути исследования, заложенные в книжке Bit by Bit, выражены в двух хипостасях, а именно субстантивной, то есть когда мы наконец-то пытаемся понять, что за этими данными находится, где внутренняя грань между одним средним значением и другим, между одной глобальной структурированной группой собранных данных и другой. И с другой стороны, естественно, мы выживем внимание обращать и на методологическую сущность. Потому что если мы, в том числе как с Dimaggio, если мы не понимаем, например, что такое латентное размещение Derecray, LDA, и не понимаем, в каких контекстах оно используется, и что в нынешнее время это стало где-то методом, то, естественно, мы сталкиваемся с проблем того, какие методы валидны, а какие результаты получаются. И весь этот мир вычислительных социальных наук можно представить действительно, с одной стороны, как уже было показано, в виде большого количества всего готового, которое мы должны извлечь, совершить акт майнинга и потом уже вынести какие-то результаты, с другой стороны, мы должны по-хорошему найти то, что не существует на поверхности, предполагая, что это будет гораздо более полезным и ценным для многих вопросов. Но аналогии можно привести в таком виде. Мне кажется, и Салканик просто не делал до конца акцент, потому что смысл книги это более простым языком объяснить эти сложные вещи. Фактически идет столкновение между двумя природами. С одной стороны, это банальный калькулятор, который нужен нам для того, чтобы посчитать все эти цифры, которые потом, естественно, становятся элементом нашего какого-то уникального мироздания. Потому что за какими-то средними, за какими-то статистиками многое не видно. И это порождает в свою очередь желание достичь какого-то критерия валидности данных, особенно не структурированных, особенно больших. И начинается, что называется, гонка за наилучшими так называемыми метриками качества, которые присущи меру наук от данных. В частности, программистам, которые рождают новые методы практически каждый день, что появляется на архив.org и выражается в этом плане. Что и, соответственно говоря, и социальные исследователи, которым вынуждены приобщаться к этим методам и придумать фактически что-то новое тоже. И, к счастью, какие-то вещи действительно заслуживают внимания, и можно сказать, что именно социология произвела такую полезную вещь. например, казалось бы, вот такую странную в том плане, что вроде как все очевидно, это какая-то схема, которая должна разъяснить взаимосвязь между несколькими уровнями анализа локального контекста, некоторой системы, которая группирует несколько контекстов и всего мира. То есть некоторую многостаринную какую-то элементную структуру, позволяющую нам объяснить на локальном контексте смысл, проходящий, например, более масштабно, типично. Но здесь ценно не это, а ценно становится то, как мы, собственно говоря, это формулируем. И здесь уже, к сожалению, мы сталкиваемся с методологической природой, а именно с редукцией математического аппарата. Потому что эта схема рождается при помощи так называемых модифицированного языка моделирования UML-биограмм, которые на языке программистов, на языке математиков позволяют наилучшим образом отобразить всю информацию. Казалось бы, в районе ничего странного, диаграммы и диаграммы, но именно то, какие элементы, как размечается одно, одна сущность к множеству, что берется из теории баз данных, какие сущности имеют право здесь отобразить, какие нет, это все постепенно начинает искруглять наши объекты исследования и, собственно говоря, некоторые результаты. хотя сама по себе с точки зрения наук данных схема является самодостаточной и важной для каких-то определенных выводов. И, естественно, почему я делал акцент на этой книге, потому что Клаудио Чорфио и Мэйя рассказывает по сути о том, какие методы сейчас валидны для социологической науки и каким нужно приобщаться. На мой взгляд, имеет смысл обратить внимание на эту книгу и посмотреть примерно на содержание, в котором мы понимаем, что рождаются какие-то новые математически ориентированные слова и происходит возможно понимание того, что нам придется с этим сталкиваться гораздо активнее, гораздо внимательнее приобщаться к математике, к формулам, к объяснению, например, социальных процессов на языке, математических формул, каких-то таких унифицированных диаграмм. И от этого никуда не деться, потому что публикация, в которой будут задействованы большие данные, важными будут, на мой взгляд, элементы не только сама интерпретация, вот та нижняя сущность уникального такого природного явления, но и, конечно же, методологическая часть, которая будет полезна тем же самым статистикам. Напоминаю, что мы вынуждены входить в сферу наук от данных, которая мультипарадигмальна. И, естественно, важным отдельным элементом рассуждений станет и то, как, собственно говоря, извлекать данные. Гимаджио, представляя некоторые работы, связанные с контент-анализом, с автоматизированным контент-анализом, в своих статьях разъясняет в отдельных параграфах о том, как извлекаются данные. Потому что, действительно, если эти данные лежат на поверхности, они достаточно дешевые точки зрения сбора, нет гарантии, что после магической обработки мы получим релевантное то, что было заложено в нашей голове, то есть аналитическая схема, и то, что мы извлекаем в процессе майнинга этих данных. И здесь тоже, опять же, пример того, какие новые слова приходится принимать во внимании. Действие, что более-менее понятно, возможно, это сетевой анализ, без которого, например, Data Science не может в настоящее время развиваться, глубокое обучение, классическое машинное обучение, все строится на идеях сетей, а именно понимание сетей как элементов математических, благодаря которым машина, собственно говоря, и приобретает вот этот элемент искусственного интеллекта. И социальные сети здесь важны еще и для того, чтобы мы могли, используя это как некоторую прокси-компоненту, могли перейти от уровня локальных собранных небольших данных более крупно, при этом сохраняя толику смыслы, толику разума в анализе. Соответственно говоря, подытоживая, нужно сказать о том, что, конечно же, Bit by Bit это книжка, которая в большинстве случаев является простой, понятной и очень полезной. Я тоже считаю, что ее необходимо так или иначе популяризировать, потому что Data Science иногда зашел, кажется, что иногда он зашел слишком далеко, пронизан слишком сильно какими-то математическими влияниями, и наша по сути сологическая задача может быть в том, чтобы привести в чувство то, что математиками или программистами уже ушло в небытие, возродить это и переосмыслить. Спасибо большое. Спасибо. Прошла. Добрый вечер, коллегия. Добрый вечер, коллегия. Я тоже покритикую книжку, но она немного более приземленная мурина, чем это сделал Стас. Начну с того, что мне кажется, это действительно очень хороший гипп по новым методам и новой цифровой среде, в которой нам приходится работать. И я сужу об этом потому, что с одной стороны те методы, с которыми я уже работал, в ней очень хорошо представлены, настолько, насколько, конечно, позволяет широта охвата материала. И с другой стороны я узнал какие-то новые для себя вещи, полезные, прикладные, вполне вещи. Но в целом книга, на мой взгляд, носит мотивационный характер. Солданик подталкивает читателя к тому, чтобы осваивать эти методы, начинать работать с этими данными. Это, с одной стороны, хорошо, но, наверное, некоторые издержки. Так мне кажется, на протяжении книги автор систематически преувеличивает возможности такого рода данных. и пытается заредушировать недостатки возможных из-за поднятия. Я в своей рецензии хочу сделать обратное, подчеркнуть некоторые ограничения, с которыми я сам сталкивался или которые кажутся для меня очевидными, чтобы эти препятствия не стали неожиданностью. Но сразу оговорюсь, что я не считаю, что все эти замечания должны были найти место на странице книги. просто о них может быть полезно знать человеку, который рассматривает возможность работать с такого рода данных. Первое замечание, которое я хотел бы сделать, касается изменившихся условий доступа к данным. Дело в том, что статьи, из которых Салгальник, видимо, черпал вдохновение, многие его собственные статьи, были написаны в середине конца 2000-х годов. Это был период, когда первые коммерческие сайты размещали в открытом доступе информацию на своих страницах. И это была релевантная и интересная информация, ее можно было собирать в автоматизированном режиме. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, сайты стали активно предотвращать сбор данных. Существует целая IT-индустрия, в которой одни компании специализируются на защите данных, а другие предлагают доступ к данным в обход этих защит. И для меня представляется самым тельным, что социологу найдется место в этой гонке вооружений просто по этическим и юридическим причинам, по осложнениям, которые связаны с доступом к данным вопреки желанию их владельцев. Почеркну, что я сам сталкивался, наблюдал последствия закрытия доступа к данным ранее находившимся в открытом режиме. Это когда Цукербергер решил, что пользователем его сервиса нужна тихая гостиная, а не городская площадь и отрубил API Facebook. В результате моя однокрупница осталась без очень большой части эпидемиологических данных для своей магистрической работы. Ну и второе ограничение, которое может не позволить исследователю получить доступ к этим замечательным данным, это повышающаяся избирательность пользователей сети. Мне кажется, что в 2000-е годы в сети еще был дефицит информации и, наверное, можно было привлечь достаточное количество пользователей в свой эксперимент, на свой разработанный сайт, который сделан на коленке одним программистом. Но по мере того, как стоимость цифровых продуктов увеличивается, увеличивается их качество, а ресурсы исследователей на разработку и тем более рекламу очевидно очень сильно ограничены, мне кажется, этот путь становится все менее и менее доступным. Я говорю о пути экспериментов, когда мы сами пытаемся создать данные. Разумеется, Solganic сам говорит о том, что такой путь является наиболее рискованным и очень финансово затратным. Я лишь подчеркиваю, что эти проблемы могут с каждым годом. Следующее, что я хотел подчеркнуть, тоже достаточно технический момент, это слишком, на мой взгляд, оптимизированная оценка возможностей нерепрезентативных онлайн-панелей. То есть, когда мы собираем, обрашиваем людей по очень сильно смещенной выборки и при помощи каких-то методов ее пытаемся исправить. Действительно, исследователям, на которых ссылается Solganic, удалось предсказать, очень точно предсказать результаты выборов США на основании опроса 300 тысяч пользователей игровой приставки. Наверное, более смещенную выборку представить себе сложно. Однако, есть очевидные отличия у большинства реальных социологических исследований от этого кейса. первое, очевидно, мы вряд ли будем работать с выборками в 300 тысяч человек. А что касается более реалистичных размеров выборов в несколько тысяч, а не десятков и сотен тысяч, то исследователям пока не удалось добиться точности в оценке совокупности, которая приближалась хотя бы к телефонным опросам. И это пишется в книге, на которую ссылается сам солдат. Второй аспект это то, что в отличие от кейсов с выборами президента США нас обычно интересует сразу несколько показателей. И я хочу обратить внимание на то, что для того, чтобы исправить выборку, для каждого показателя нам нужны вспомогательные дополнительные перемены. И для каждой целевой перемены нам необходимо провести все эти операции, которые на самом деле являются очень сложными. поэтому этот путь представляется для меня малореалистичным. Во всяком случае в плане массовых исследований мне кажется, что он найдет в себе большое применение. Просто как минимум в силу больших технических сложностей. Последнее замечание носит более общий характер эпистемологического плана. Скорее здесь речь пойдет не о данных нового типа как таковых, а о том, насколько они могут стыковаться с режимом социологического познания. Я здесь имею в виду проблему того, что данные всегда определяются алгоритмами. Данные вот этого типа большие данные получены из сети. Как это Solvenic использует термин algorithmic confounded data. Приведу пример. В нашем последнем исследовании мы приводим статистику, что 90% конкурсов на сайте фрилансеров получают первый ответ в течение буквально 10 минут. При этом если бы я совершенно уверен, что если бы на страницах этих конкурсов была кнопочка «Добавить конкурс избранный», то эта статистика очень сильно бы упала. Я думаю в два или более раз. Просто потому, что оказалось при прочтении конкурсов, что фрилансеры оставляют комментарии, номинальные, плюсики, просто пустые сообщения для того, чтобы потом найти этот конкурс через свои сообщения. Очень простой пример, который в контексте нашей работы не подрывает выводы, но очень сильно затруднил бы задачу, если бы мы хотели сравнить эту статистику между нашим сайтом и какими-то другими сайтами. И я неоднократно сталкивался с такого рода проблемами, когда исследуешь какую-то аномалию в данном, тебе кажется, что это очень интересное социальное явление, а оказывается, что это просто последствия специфической механики данного сайта. Я стал себе вопрос, почему я раз за разом наступаю на одни и те же грабли, и мне кажется, дело здесь не только в личной невнимательности, но и в том, что в режиме социологического познания в принципе, наверное, отсутствует подход, режим описания, который позволил бы нам полноценно дать отчет в вот этой алгоритмической определенности. Мне кажется, это может быть та же проблема, о которой говорят этнометодологи в своей критике социологической теории, что нам интересны общие закономерности, при этом мы абсолютно не интересуемся конкретным сообществом, предметом нашего исследования. И издержки этого подхода становятся очевидны при изучении сайтов, поскольку разница в принципах, на которых строится жизнь, пользователя ВКонтакте и Твиттера может отличаться значительно больше, жители села и столицы. В результате, пытаясь начнепить интересные социологически интересные сюжеты, мы делаем это, зная о сайте меньше, чем многие из его пользователей. И я не вижу, что у нас есть большие возможности исправить эту ситуацию. Приведу пример. непосредственно из книги «Солканик» в качестве одной из стратегий коллективного познания в условиях новой цифровой среды данных предлагает изучение модельного организма, когда много исследователей фокусируют свое внимание на одном отдельном организме это метафоле биологии, получают его систематическое описание и уже на этом основании выясняют более универсальные закономерности. То есть на этом основании развивается социологическое знание. И если биология таким организмом является например лабораторная мышь, то в исследованиях фрилансеров таким организмом мог бы быть сайты которые давно используются в качестве источника выборки, на котором мы наблюдаем поведение фрилансеров. И я задаюсь вопросом, существует ли формат исследования, в рамках которого мы могли бы спокойно взять и описать как живут и чем дышат фрилансеры на этом сайте. Когда он появился, как изменялась численность его пользователей, что они должны делать для того, чтобы существовать на этом сайте, вплоть до того, какие кнопочки они должны нажимать. Мне кажется, что для развития нашего знания такое исследование было бы чрезвычайно полезным. Однако по своему опыту могу сказать, что на такой вопрос, что ответ на такой вопрос нельзя сделать целью магистерского исследования. И я полагаю, что не найдется ему и места в хорошем журнале. Просто потому, что где здесь исследовательская проблема? не сегодня. Возвращаясь к аналогии с модельным организмом, мы оказываемся, мне кажется, в роли биолога, который пытается изучать взаимодействие нейронов в мозге мыши, хотя до этого ни разу не видел мышь даже на фотографии. Это вот как, на мой взгляд, сейчас выглядит. И я, к сожалению, не готов предлагать введение такого типа исследований, потому что, возвращаясь к первому пункту моего выступления, одно решение администрации сайта может тут же нивелировать все наши усилия по исследованию этого модельного организма. Но в заключение я хочу отметить, что, несмотря на все сказанное, мне кажется, что учиться работать с новыми данными и в новых условиях совершенно необходимо и солгание совершенно прав подталкивает к этому читателя. Я лишь хочу сказать, что это не будет ни дешево, ни просто. И все эти возможности могут быть реализованы лишь институциональными усилиями, а не силами отдельного исследователя. Но, впрочем, как и возможности опросных методов раскрываются в вопросах типа ЛМС, а не в анкетках, которые мы можем продать своими одногоком. Ну и совершенно так же потенциал онлайн-опрос опросников, мне кажется, кроется скорее в развитии репрезентативных онлайн-панелей, когда мы репрезентативно адресуемся к людям и просим их установить себя в программное обеспечение и дальше начинаем опрашивать. А не в репрезентативных выборках, которые каждый исследователь пытается поправить под свои конкретные задачи. Ну и доступ к данным скорее всего в не очень долгосрочной перспективе, мне кажется, будет возможен лишь через переговоры с администрацией сайтов и тоже лучше, если за отдельным исследователем этих переговоров будет стоять. Спасибо. Будьте рады. Спасибо. А сейчас если ты хочешь отреагировать, сейчас, нет, это твое право, ты отреагируешь или можете хранить в молчании. Тогда, коллеги, сейчас открытый пол, в том смысле, что любой может что-нибудь спросить или заменить вопрос суждений на наше посмотрение. Да, прошу. У меня клиентка вопроса, я только... Чуть погромче. Да, у меня есть несколько посредений для этих вопросов. Во-первых, я хотела публикировать по словам второго искусства. Мне кажется, в самом деле очень нравится их сказано, но по поводу исследования платформ, как имя это исследование, мне кажется, что в один направлении все развивается очень активно. Хоть здесь и нет в привычном смысле исследовательского вопроса, но именно у вас как раз активно вызывается то, что вы уже понимаете, что подходы являются и этот эксперимент нельзя делать только если мы провели много описательных экспериментов, чисто описательных самых простых, которые часто говорят, что это очень интересно, а эксперимент все равно хочет. Вы же думаете, что вам обширь с документом легкость? Почему? Это все возникло? Возможно, я просто говорю на основании своего опыта. Коллеги, чуть громче говорите, а если вы культурно так говорите, что это услышно. А потом появляющее второй комментарий тоже тему психичности этой книжки. А, вообще тему психичности. А эта книжка правда тему психической, но еще один аргумент, который тоже успокаивает кого-то, кого-то оборудовался оборудовался. Что мне кажется, в первое время всем казалось, что социальным ученым не хватает всех этих новых навыков, все такое, мы должны срочно научиться. Но потом, мне кажется, многие поняли, что не хватает очень сильно как раз тем, кто этими навыками и данным владелем, не хватает представления о том, что вообще изучать. И часто эти стенды просто как ромбор таких стилизованных фактов. То есть там люди делают вот так, люди делают вот так. И самое интересное стенды получаются, когда у людей есть какая-то теория, которую они пестируют. Часто дефицит огромный в теории и в умении работать с теорией. А не только в опросах данных или в тех, которые умеют делать нормальные опросы, чтобы их объемировать и их стилизов. Вот, и еще одна вещь, которую, мне кажется, нужно обсуждать, может быть, вы когда-нибудь семинариные это обсудите. Вопрос, связанный с людей, с ним мы говорим о будущем сцене «Паук». Мы должны ставить вопрос вообще о том, меняется ли наша цель не с этот баланс описания и объяснения, а баланс объяснения и предсказания, потому что как раз одно из влияния в этой сайне в стальной науке это переход к предсказаниям. То, что мы не раньше не делали, что мы не умеем делать. И вопрос, что мы при этом теряем, как придется происходить, как при этом меняется в стальной науке и так далее, это тоже важный вопрос. Практически самое интересное вопрос, как я уже сказал, что время халяна на большие данные с самого сбора заканчивается. В любом случае был маргинальный сегмент данных, не особо такой, не самый интересный, а самые крутые данные корпорации и государства. И естественно у этих агентов нет большого интереса делиться этими базами. Во-первых, если мы неудовисти, то мы пойдем в разрез с их интересами. В случае суда, который хотел оправдать, так сказать, я передал данные на него экономиста, известного, отдал свои данные, он опубликовал статью, все в этой статье сомневаются, экономиста ругают, говорят, что статья заказная, данные показать нельзя и вывести они внутренне. Нельзя просто предъявить, как вымос повесить. Ты вот не знаешь, верить этому или нет. Владимир Волков, как удалось решение судов, и все прочее это добыть, было бы делать не в пользу российской судебной системы, я не знаю, как вообще удалось провернуть такое все уроки. Ну, открытые данные. Ну, открытые, но они открытые, компьютеризированные были. Я помню, на раз 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 говорил, что они компьютеризировали модернизировать. Нет, нет, они открытые, но с ними много где мороженого. То есть, здесь, конечно, большой вопрос, который будет решаться, видимо, не то, что на институциональном уровне, как Леша говорил, это разумевает, что университет пойдет с кем-то там договариваться, а на уровне как бы еще не знаю, выше, чуть ли не законодательном или каком-то вот, видимо, когда-то будут какие-то, ну, вообще, этот вопрос уже связан с вопросом персональных данных и всех прочих. в общем, это регулирование явно будет не мы будем регулировать, не социологи, значит, обращение. Возможно, когда-то уже идет речь о том, чтобы большие компании будут заставлять, предоставлять эти данные для каких-то там вообще вещей, можно поставлять. Да, 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 можно поставлять. Поэтому как бы вот это существенно оказывает на всю исследовательскую повестку существенное влияние. Как мы можем берить данные, когда они закрыты, например, если они закрыты, представляю, сколько тебе, да, и как они, значит, и как получить вот открытые данные оттуда, куда ты хочешь получить. Кстати, я слышал мнение, в связи с этим многие вот исследователи уже выступают и требуют открытости данных под предлогом этого социального аудита, так называемого, что мы должны знать, значит, к чему ведет деятельность, и мы можем это только знать, когда, значит, эти компании будут открывать свои данные, какие последствия это имеет социальные будут регулировать. Можно я отреагирую на вот эти несколько высказываний в одном ключе? Могу сказать, чтобы не было неправильного на мой взгляд, конь эта книга Шалганика, он как раз там вообще даже близко нет усуждения о том, что для нас теперь эти данные халява. Там вообще не про этот текст. Там как раз текст про то, что мы должны как бы пересмотреть, то есть нам эти данные доступны только в кооперации с компаниями и государственными органами. И там очень много дается типсов разных, советов, как работать, ну там, если вы это делаете в кооперации с компанией, ищите партнеров, или если вы это пытаетесь самостоятельно и так далее, он никакой иллюзии не испытывает, на мой взгляд. Но второй важный момент, я бы сказала, потому что было уже озвучено и Лешей, в том числе, то есть какое будущее, на мой взгляд, все-таки, ну безусловно, мы идем по пути к тому, что эти данные, ну как бы все больше закрываются, становятся труднодоступными, и не только компаниями, но если вы видите, Касперский сейчас предлагает, ну там, когда обновить, он говорит, поставьте себе защиту от сбора открытых, да, ну как бы сайтами данных о вас, то есть ты как бы уже начинаешь сам, получаешь доступ к тому, чтобы избирательно подходить, какие данные тебе доступны, какие должны быть скрыты от наблюдения. Но второй момент, как мне кажется, дальше пойдет, все-таки, наиболее вероятный пока сценарий идет, потому что, ну тут как бы все зависит от этического кодекса, который придерживается дисциплина, или иная научная дисциплина. Вот по мне, так управленческие науки спокойно себе, что называется, освоят этот путь кооперации с компаниями и так далее, потому что он для них более понятный, привычный и легитимный. В отличие там от социологов, и особенно некоторых направлений в социологии, где вообще-то, ну как бы любая кооперация с компаниями и с государственными органами осуждается, я просто приведу пример, например, alcohol studies, да, когда ты даже, когда заявляешься на любую конференцию, ты должен прописать, что ты за 5 лет вообще никакого сотрудничества с компаниями не вступал, да, на этот счет, где есть, ну как бы полный контроль со стороны научного сообщества о том, чтобы соблюдать эту независимость и, ну как бы, дистанцию, и создавать какие-то наблюдательные советы по аудиту тех исследований, которые проводятся в Кубани. Ну это как бы, мне кажется, просто, опять же, выбор будет, ну такой дифференцированный в зависимости от науки, от кодекса этического принятого. Это проводное суждение. Спасибо. Да, прошу. Ну вот я в этом разговоре найден на мысль, что мы так пообсуждаем, и как обычно мы сапожник без сапога. Обычно в Школу Экономики огромная корпорация, которая, которая, значит, собирает и хранит огромные, большие данные и о сотрудниках, и об их взаимодействиях, коммуникациях, о том, что они там на портале делают, как часто они заходят туда и так далее. И даже, как бы, масштаб этих данных, гигантский, он уже ставит некоторые, например, следские задачи, я не знаю, ну, например, понять, какие сотрудники быстрее всего продвигаются по карьерной лестнице. То есть, как бы, оценить, как бы, переход от магистра к проекту, например, и посмотреть, какие факторы повлияли, значит, вот на продвижение или какие сотрудники наоборот, значит, какие факторы определяют, что они там замирают как-то. Или публикации, чем обусловлена там активность человека в научном плане, чем обусловлена там, ну, в общем, масса можно поставить интересных задач, и когда мы это будем уже реализовывать, подсоединить открытый просто визу. Да, да, да. Объединить, да, посмотри, человек отдыхает, значит, чем он занят на... Я боюсь, не знаю, написание стандартного... Денис, вопрос цены. Но, я серьезно, я понял, что я что-то должен сказать, я бы сказал следующее. Да, идет накопление данных. Некоторые данные, кстати говоря, благополучно используются, и эффективно. Чисто. ЛМС. Нет, нехаждая нас, это все-таки спами, нет, я имею в виду, буквально, байпродукты обычной нашей университетской деятельности. Ну, из нелюбимого, скажем, данные... Романазик. Да, господи, что же с вами такое-то? Например, есть студенческая оценка преподавания. Собираются данные на каждого из нас, виды все удлиняются, и главное, это просто уже теперь, когда машина работает... А новая команда не пришла? Нет. Пока сервер не прилетел. Нет, Я хочу сказать, вот в отличие от того, что говорите, от всех угроз, ежегодно есть проблема в пробить эту систему, пробить ее в прямом смысле, то есть, в виде дебатов, дискуссий организованных, когда нам говорят, что вы считаете неправильно, все делаете неправильно, и нам нужны новые алгоритмы, то есть, заменить среднюю на средневзвешенную, и так далее, ну и более крутые вещи. Мы сопротивляемся, пока что успешно, каждый год мы отстаиваем позицию, и, следовательно, у нас эти ряды все пополняются, пополняются. Это уже используется. Теперь, более серьезный вопрос, конечно, связан с накоплением других данных, надо лучше. Значит, в принципе, автоматизация прогрессирует, здесь очень быстро, сейчас общаться с правилами университета, сейчас будет число таких данных стремительно возрастать, возможность их использования, следовательно, появится. Значит, можно формировать какой-то, да, поскольку, идейно. Ясно, что мы университет, ну, точно, с большим количеством недостатков, но, мы явно точно самый развитый университет, в смысле, действительно, зависит отчего внутреннего. То есть, ни один университет, столько внутренних измены не делается. Мы заинтересованы в том, чтобы информация по университету вот, ну, как бы, разного рода собиралась. Я думаю, что если будут разумные идеи на этот счет, то они будут услышаны точно. Я серьезно говорю, если вы придете с тем-то интересным, Оскар Дональд, не одна к нам, ну, смотря, что вы, конечно, предложите. Вот. нет, я имею в виду, что, скажем, доступ к... Сейчас, Маркс. Есть очень... Сейчас, слушайте, но вы спросили. Есть очень интересные данные, связанные с зарплатами и вообще с оплатой сотрудников. Но вот с этим, я думаю, будут некоторые проблемы. Потому что есть законное, законодательное ограничение, ну, вообще внутреннее ограничение. Эти данные университет, возможно, не будет распространять. А другие вещи, карьерные, без проблем. Я боюсь, что только управление персоналом пока к этому будет не очень готово. Но если что-то есть, просто технологически, но если что-то есть, пожалуйста, давайте обсуждать. Окей? Да. У меня есть две реплики и два вопроса для рассуждения, которые меня очень волнуют и тревожат. То есть, коллеги, у вас есть ответ. Первая реплика это про монополию на производство и хранение данных. Действительно, здесь уже отмечалось, и Леша говорился, действительно, здесь есть интересные моменты. И что регулироваться это должно, и точнее, будет регулироваться на более высоком уровне, чем всегда представляем. я недавно в статье как раз писал про коллизию между HeadHunter и роботом Вера. Робот Вера была такая организация, которая в этот момент подругилась к базе вакансий или резюме, я уж не помню, HeadHunter. И, в общем, действительно анализировала данные, писала алгоритмы, которые позволят автоматизировать массовый подбор персонала. Это было очень актуально для банков, коуд-центров и так далее. Но в итоге HeadHunter закрыл наш API, потому что это их главный актив. И HeadHunter обратилась в федеральную монопольную службу. Я не знаю, чем это закончилось, по-моему, до сих пор решение. отвоевали там, HeadHunter отвоевал и были санкции. А остальные, там еще был Superjob. Да, то есть создался прецедент, согласно которому даже публичная информация, размещенная, казалось бы, для любого пользователя, все равно является интеллектуальной собственностью компании, поэтому собирать просто так увы, нельзя. Хотя это нигде, вот там была проблема в том, что нигде не было прописано об этом даже в terms of service, поэтому это и создало прецедент. Да, это интересная действительно штука, я думаю, что не единственный такой прецедент. Второе, Леша тоже очень важно заметил, важную вещь заметил, что действительно у нас нет возможности например, отличать, когда мы идем на поводу механики сайтов, а когда нет. Про механику тоже какие-то гейсы. Например, на больших платформах делают обе-тестирование. Сейчас они делают это очень часто. Привлекают очень серьезных математиков, которые строят очень серьезные модели и обе-тестирование. Ну, две версии сайта. На одной есть такая кнопка, на другой нет. На одной есть невидимая регистрация, а на другой зарегистрироваться. Кнопка. И это все влияет на конверсию и так далее. И тут тоже непонятно, как эти эффекты контролировать, потому что они проводятся довольно часто. Такие обе-тестирования и всякие совсем, например, жуткие вещи. Недавно болел со своим другом Data Science System, который пришел в Яндекс. Taxi, и он рассказал, что он на самом деле он работает, как я выяснил, как центрабанк, как регулятор. Его задача просто сохранять стабильно низкие цены. он просто занимается инфляционно-таргетированием. Он пишет алгоритм, который, во-первых, чувствителен к падению и повышению стоимости, а во-вторых, он каждый раз придумывает, как искусственно эту стоимость удерживать в каком-то коридоре. И сейчас есть довольно сложные механики, довольно сложные болевые решения внутри, и непонятно тоже, как это учить. А теперь по вопросам, которые меня тревожат. Первый вопрос, который меня тревожит, это собственно про описание, про перебалансировку описания и объяснений. У меня как-то вопрос, если мы действительно отдаем, если не больше хотя бы уравниваем описание и объяснение, то вообще непонятно, как дальше будет появляться теория. Потому что описание, оно контекстуализируется в русле теории и оно дополняет теорию. Но если описания становится слишком много, оно становится самоценностью, самоцелью, то вопрос теории совершенно исчезает. Опять же, может быть, нет. Это просто мое представление. Я помню, что на курсе здесь в вышке Баар приводились слова одного из родоначальников дата-сайна движения, и он говорил, что нас вообще интересует только корреляция. Нас такое. Да, нас не интересует вообще причины следственной связи. Абсолютно. То есть, например, он говорил о том, что первый эксперимент большой был проведен в Нью-Йорке, и там выяснилось, что там оранжевые машины реже ломаются. Значит ли это, что нужно покрасить машину в оранжевый цвет, и она будет реже ломаться? Конечно, нет. И вот была такая позиция, и тут тоже непонятно действительно, как осуществлять выход в теорию из вот этих вот границ описания ради описания, из границ накопления фактов, фактологии. Вот этот вопрос меня волнует. Самое последнее, не то, что меня волнует, но тем не менее, когда мы говорим о данных, пытаемся их там различать, вот эти традиционные данные, привычные, вот эти большие данные, у меня вопрос. Когда мы говорим о больших данных, мы говорим только о диджитале, верно, о диджитал-данных? Ну, если это вопрос, как это понимает Салганин, то да, он понимает, что это данные, которые хранятся, сотные, и у нас есть доступ к ним благодаря цифровым технологиям. И это обязательно сознательно. Административные данные не являются такими? Почему? Нет, у него развернуто, я еще раз повторю, у него развернуто, к этому определению нужно как-то отнестись, его развернуто определение заключается в следующем. Три пункта. Первый. Эти данные принадлежат компаниям и государственным органам. Ну, главный страх, что это, да. Второй момент. Эти данные созданы не в целях исследования. В каких целях? Коммерческих, или в целях наблюдения, ну, или каких-то других решаемых задач, но не в целях исследования. И третий пункт, что они созданы или хранятся, или у нас есть доступ благодаря цифровым технологиям. Вот три составляющего развернутого определения, с которыми работаем. Ну, это ко второму следует добавить. У него что-то как раз обозначено, что они, а до чего они создаются? Это by product of everyday activity. Ну, то есть, они не отрефиксированы, это снижение. Они требуют работа специально. Они просто, это побочный продукт обычной деятельности. Это как бы вот одна из ключевых признаков. Ну, это часть второго. Ирина? Да, возвращаясь к первому вопросу про балансировку описания и объяснения и теоретизирования. Ну, для меня так вообще вот эти странные, конечно, высказывания теории нам больше не нужна. А они сейчас, ну, как бы часто встречающиеся высказывания. Ну, потому что теория, на мой взгляд, когда мы разбирали книгу того же Светберга, рождается из гипотезы, в первую очередь. Гипотеза откуда? Как при работе с данными, так и при работе с теориями. и дальше ты проделываешь определенную работу, в которую включаешь и описание, и объяснение, и так далее. То есть, ну, это как бы длительная работа, ну, длительная работа. И описание может быть частью теоретических построений. Да и дейта маленькая, когда берется все на все, пересекается и смотрится, что с чем. Ну, да, мы так тоже иногда делаем. Но это не значит, что мы должны сказаться теорией, ну, то есть, когда не рождается гипотеза в этот момент, когда все-таки со всем пересекаешь. Ты же ищешь гипотезу. Ну, смотрите, здесь действительно, мы вышли на очень важный вопрос, который заслуживает ни одного обсуждения. Я сейчас хотел привлечь ваше внимание к тому, что с чем выступал Валерий Якубович у менеджеров совсем-совсем недавно. Кто-то видел, читал, а кто-то не видел, не читал. Это имеет прямое отношение к сегодняшней беседе и к вопросу, который я поставил. Значит, да, Валерий, помимо того, что он выступал, там есть текст, доступный, большой драфт, который можно и стоит прочитать. Он как бы про менеджмент, а на самом деле, ну, помимо того, что Валерий социолог, это не важно, там ставятся общие проблемы через призму литературы по менеджеру. И если верить тому, что он пишет, все обстоит, дела обстоят куда хуже, чем даже вот тут мы говорим. То есть угрозы, которые возникают, помимо данных, трудовых возможностей, и так далее, угрозы возникающие связаны не только с тем, что с переходом на новый тип данных, типа одни, мы привыкли к одним данным, сейчас другие, и не только с тем, что возникает, Зоя об этом говорила, угрозы традиционной статистики. ну, она как бы вымывается, и как бы, ну, остается в смысле. Но там четко, со ссылками на менеджеральную литературу, я думаю, что это для всех социальных наук, что, в принципе, в пределе, для Чегории там, с точки зрения data scientists, для Чегории не остается вообще никакого места. Вообще никакого. То есть она вообще, в принципе, не нужна там четко. Дальше Валерий, конечно, пытается, как нормальный social scholar, пытается эту теорию встроить куда-то в конец. Ну, в смысле, мы сначала зерем бигды, экономим кучу ресурсов и усилий, а потом со своими умом и объяснительными возможностями выходим на эти, на вот эти полученные, многочисленные там, коррекции, и тут мы, значит, свои эти теории начинаем применить. Я там с ним начал что-то обсуждать, а нельзя ли эту теорию все-таки еще куда-нибудь встроить. Ну, короче, дела обстоят самым, в этом смысле, серьезным образом. А кто это говорит? Это говорят data scientists, само собой. Но это уже говорят компании, идут ссылки. Компании говорят, вам ваша это наука. Ну, не всегда так говорят. Нет, 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 нет. Никогда иного мы от них не слышим. Нет, 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 нет. Что-то управлять не надо. Значит, вот теперь они говорят то же самое, но по-другому. Потому что, раньше говорили просто детенатик, а теории у нас, которые, ну, конкретно говорят, которые, типа, более интересны. Ну, это начинают и говорить монагеры, в смысле, которые говорят, что тут весь минус, поэтому... Можно я здесь отстрою с одним суждением? Скажу только, что, безусловно, сейчас социальные науки находятся под давлением со стороны индуктивных подходов, то, что не нужна теория, там, data driven достаточно, да, research. Но это как бы нужно понимать, что мы не должны в казацке, мы должны пересмотреть, то есть это как бы некий вызов такой челлендж, как мы ответим себе на этот вопрос в этих условиях. Вот мой ответ, опять же, все это разобрать, что, ну, как бы мы остаемся на прежнем месте, то есть, возможно, происходит переплансировка, да, ну, то есть, как бы, как она там выстроится, я не знаю, покачивание, но, как бы, мы по-прежнему остаемся, что для социологии все-таки данные без существования теория, они, как бы, большого значения не имеют. И второй сюжет все-таки Солганик предлагает, там, вот есть ли эти стратегии, как мы встраиваем эти большие данные в социальные исследования, ну, связанные с сочетанием интересным теоретическим вопросом, с проведением большого количества экспериментов, потому что экспериментами стоят все-таки объяснительные концепции, ну, и так далее. Он поэт говорит, что, вот, как бы, это во многом о theory-driven research, нежели о data-free. он эти стратегии нам предлагает, ну, как бы, часть каких-то. Но это для нас все равно челлендж, как мы ответим в этих условиях для себя на эти вопросы. Если можно, да. Я тоже хотел прокомментировать вот ваш вопрос касательно вирус данных. Во-первых, я там чуть-чуть тащу, что, да, это с френдворк имелось дело у CatCounter, и когда CatCounter действительно победил, а потом уже с Веры он проиграл, и проиграл действительно... Я имел в виду именно... Да, он наоборот проиграл дальше. То есть прецедент, первый раз был прецедент, потому что CatCounter устойчиво пытался доказать, что на самом деле независимо с того, как распространяются эти данные, мы затратили усилия. То есть опять начинается вопрос экономики. И когда мы говорим о больших данных, здесь, мне кажется, имеет место двоякая ситуация. Одной стороны данных дешевеет, потому что их становится больше, и они становятся более досугу другой стороны. Они становятся еще дороже, потому что ради них фактически и строится жизнь некоторых, так называемых, стартапов. И отчасти это во многом возможна и проблема. То есть мы становимся постепенно заложниками ситуации, при которых новые стартапы ориентируются в первую очередь на предоставление какого-то нового алгоритма, вместо того, чтобы по-хорошему сесть и разобраться, например, о преимуществах и недостатках тех самых же экспериментов, о которых Солгаин говорит. То есть пересмотреть то, что уже накоплено и не пытаться создавать что-то новое. Но при этом можно, наверное, сказать и в пользу вот этих тех самых API, что их легкость и доступность тоже приводят к некоторым ситуациям заложника, исследовательского такого заложника, в котором мы учимся у каких-то паттернах, мы видим, что тот или иной метод и ту или иную теоретическую рамку хорошо работают с типичным набором данных. И, соответственно, как подобно машинному обучению, мы в дальнейшем просто накапливаем некоторый опыт, формируем некоторых предположений, дальше его используем для прогнозирования. Но вам намного в историческом плане, мне кажется, очень сильно повлиял такая доступность данных, как данные Твиттера. Твиттер очень лояльен во многих аспектах в плане сбора и систематизации неструктурированных данных, в первую очередь, текста и в не меньшую степень и видео, и фотоматериал. И если вы просто возьмите, проанализируйте даже в скопусе или в Web of Science и тем более в архиве и формируйте публикации, в которых затрагивается так или иначе вопрос с датамайнинга, то есть сбора и обработка данных и вообще ровозбольших данных, данными, в частности, контент-анализе, вы удивитесь, что очень много исследований опирается на Твиттер. При этом и журналисты, и исследователи, к сожалению, констатируют, что Твиттер, например, тот самый, во многом является источником тех же самых искусственных интеллектов, преимущественно, нежели людей. То есть тексты, которые формируют машины, мы же их собираем, анализируем и принимаем на теоретическом уровне как некоторые типичные, скажем так, вербальные какие-то акции или паттерны. И в этом плане получается, что мы просто автоматически становимся заложниками. И Салканика, отчасти, говорит, что, например, в поддержку тех же самых экспериментов и того же самого байсского подхода, что иногда нужно просто чуть-чуть вернуться назад и пересмотреть вообще ценность самих данных. И действительно получается, что сервиты становятся действительно важны просто потому, что это та самая толика валидности, за которую можно зацепиться. Я хотел дарить, я дадумал в одну сторону с фитером идешь, а ты, мне кажется, перешел в этот алгоритм и так далее. Во-первых, мне очень понравилось, что действительно получается там, что где данные легко добываемые, то они начинают управлять нашей исследовательской повесткой. Мы начинаем изучать то, что легко доступно, а не то, что достойно изучения. То есть они начинают управлять исследовательской повесткой. Это для меня не новость, мы здесь давно, как вы узнали, как управляется исследовательская повестка. Я со всеми примитых большим данным, когда имели разговор с Владимой Ефимовичем Инфляционом, который объяснял нам, что мы зря проводим соед thinking Liquid плохая, это плохо, отключение мы ничего не получим. А что же надо, а вот есть такая, 一方 изучать другие группы, если нет хороших данных, если нет хороших данных, ничего изучать не надо. Если есть хорошие данные, ничего изучить не надо. И вот это тоже вопрос, как доступность и хорошесть данных управляет исследовательской повесткой, вместо того, что вам доставить изучение, что нас волнует, и то, что доступно изучение. Интересная тема, хотя в какой-то степени она не такая уж новая, потому что само понятие так называемых вторичных данных я помню еще даже когда студент учился. Не скажу, что это нечто такое, с чем социология никогда не сталкивалась. Вторичные данные были всегда. Например, можно было пройти в архив, казалось бы, это такие гигантские залежи данных. Но выясняется, что когда реально ты пытался еще в прежние времена и нынешние времена, идти в архив, выясняется, что ничего ты там не можешь получить верность. К сожалению, никаких реальных данных, так же и взаимодействие с государственной статистикой выясняется. Они же давно это имеют. Они давно имеют все данные большие, гигантские. Бог знает сколько времени. Каждый раз мы заполняем эти данные. В этом смысле возникла ситуация, когда, казалось бы, вдруг что-то приоткрылось. И мы можем какому-то количеству больших данных получить доступ. И вот мне кажется, что здесь в каком-то смысле мы находимся сейчас в ситуации, как раз когда вот этот вот, значит, приоткрывшийся, значит, такая вот возможность, что вот как бы золотой век ее скорее заканчивается. Что мы уже во многом сейчас находимся на излете этого. И вот, в частности, Алексей об этом говорил, да, что вот есть такие, ну, я бы так сказал, внутренние, так сказать, сугубо деловые причины, почему, так сказать, не стоят, почему, значит, не заинтересованы производители этом, да. Но в действительности есть и другие, еще можно дополнить, усилить, значит, то, что он говорил, потому что, например, вот, значит, при, так сказать, при изучении рынка формирующегося искусственного интеллекта, понятно совершенно, что вообще все, кто там действует, для них главный, так сказать, их актив, да, это данные. И вот, что они всеми силами начинают уже пытаться делать и наверняка будут делать еще сильнее, это, так сказать, их закрыть от кого-то, потому что это способ для того, как бы способ их существования. Это в отличие, да, от экономики вот этой самой железной, да, так вот скажем, да, реальной, да, оффлайн экономики. И мне кажется, что через какое-то время просто там будут жесткие кодексы формальные и неформальные выработаны, и возможности, ну, так сказать, у них есть свои способы работы с этими данными. И, в частности, они как раз, так сказать, этими словами и определяются, что не нужна нам ваша наука, и они всегда этой компании говорили, но в действительности, значит, вот эти новые компании, они во многом сами работают почти как исследовательские такие подразделения, и, казалось бы, они более открыты, да, они там конференции устраивают, обмениваются друг с другом, приглашают, дают эти самые, значит, часто, так сказать, интервью, казалось бы, да, но в действительности, когда речь заходит о конкретных данных, то есть вот там известно, что при этом самом искусственном, при создании искусственного интеллекта, там эти алгоритмы, они все открыты, да, но когда речь идет о том, чтобы сделать конкретные продукты, на которым ты можешь зарабатывать, ты должен идти в конкретную фирму, получать там конкретное, как бы, разрешение, да, дорабатывать этот алгоритм, и вот тут все закрыто, все закрывается моментально, это то, на чем фирма может зарабатывать, вот. И мне кажется, что, так сказать, значит, эта ситуация, так сказать, никуда не исчезнет, и она приведет к тому, что, так сказать, возможности там будут гораздо еще меньше, чем сейчас, вот. Значит, и они просто сами, они нанимают ученых, когда им нужно, и большие фирмы эти там, Microsoft имеет свое энное количество, так сказать, в том числе social scientist, там есть главный social scientist, который публикует довольно интересные истории, сравнивая, что такое нетривиальное, как бы, ну, вот, такое тривиальное социологическое знание в стиле этого самого Мертона, да, по-моему, он говорил, да, в 43-м году опубликовал, да, что такое вот эти самые, значит, тривиальные выводы. Вот он написал, этот главный scientist, значит, Microsoft написал очень интересную книгу на эту тему, как раз, вот, что такое тривиальные социальные данные, вот. Так он там внутри сидит, вот, и ему, так сказать, им не нужно кого-то привлекать и кому-то что-то заказывать. Но тут хорошая новость для нас состоит в том, что все-таки социология была и остается академической, на самом деле, наукой, вот. И в этом смысле спрос у них на этих самых образованных специалистов, он будет, вот, и, значит, никуда он и не исчезнет. А что касается ненужности при этом теории, то, честно говоря, я, так сказать, отношусь к этому так. Конечно, им конкретно теория Microsoft, так сказать, им неинтересна, но она и нам неинтересна. А о том, как устроено общество, Microsoft и этот самый, даже главный их, этот самый scientist, он знает, на самом деле, меньше, чем мы. И в этом смысле я, как бы, не опасаюсь здесь, с одной стороны, конкуренции, а с другой стороны, я не опасаюсь упадения спроса. То есть на объяснение соответствующее спрос будет всегда. И никакие, вот, отдельно взятые фирмы его не покроют просто потому, что им, у них даже просто силы времени не будет заниматься, и главное, что у них запроса на это нет. В этом смысле, так сказать, потребность в социальной теории, по мне, так останется, даже наоборот, она, так сказать, скорее усилится. И вот тут, как раз, на мой взгляд, есть проблема, которая имеет отношение несколько косвенное к тому, что мы обсуждаем. Собственно, вопрос о данных. Это то, что дело тут еще не только в том, что, как бы, тип данных изменился, да, и мы, как бы, с ними не умеем работать. Но, так сказать, стародавняя проблема, но сама вот эта вот, сама новая экономика, да, развитие IT-технологии, интернета и того, что сейчас искусственный интеллект происходит, да, она приводит к тому, что мы сами и социум меняется, вот. И здесь дело не только в том, что это нужно изучать и другими данными, а для этого нужны некие дополнительные постановки, и сделать это крайне сложно. Потому что, с одной стороны, вот, как бы, все, независимо от возраста, да, ощущаем, что мы меняемся, да, что сейчас ситуация не та, что была, да, что мы зависим от гаджетов совершенно иным образом, от компьютеров, от, так сказать, многих вещей, о которых мы раньше, может, и не подозревали. Но вот такого рода постановок и проблем, да, как бы человек вот в новой этой ситуации, как изменились отношения его психологии, его реакции, ценности и так далее, вот, на мой взгляд, это большой дефицит. И никакой Майкрософт и Гугл здесь, к сожалению, в этом смысле нам не помогут даже вопросы эти сформулировать хорошо. А на мой взгляд, они, вот, при том, что есть отдельные исследования и, так сказать, на самом деле их море целое, да, масса вещей, которые связаны вот с этими медленными, незаметными, ежедневными изменениями, которые всех нас охватывают, они, на мой взгляд, многие вещи не поставлены. Мне самому трудно это сформулировать, то есть это в данном случае некое внутреннее интуитивное ощущение, да, вот. И я не могу сказать, да, вот нам нужно изучать раз, два, три, там, да, какие-то вещи. Вот я ощущаю, что здесь есть большая проблема, и она частично связана с данными, да, значит, и, наверное, есть какие-то данные об этом, новые данные, да, но есть и новые проблемы, которые мы пока сами поставить не можем, потому что мы внутри процесса находимся. Может быть, лет через десять нам это станет понятно. А сейчас, например, нам понятно, что такое было там, я не знаю, просто появление компьютера, да, и, так сказать, персонально пошло, да. Сейчас нам это... этап понятия, более или менее, что происходило и какие проблемы тогда были. Но в тот момент мы это не понимали, как мы и сейчас не понимаем, насколько мы изменились, и какие у нас сейчас в реальности проблемы возникли. Вот такая некая философская, наверное, рефлексия по поводу текущего момента, да, вызванная проблемами с данными, да, но вот она не столько, так вот, да. Извините за вот такой абстрактный разговор. Тём, есть последняя реплика, я просто пытался рассуждать, отвечать на свой вопрос про описание теории, про описание объяснений, вспомнить, что, конечно, лучший способ такой работы, наверное, с большими данными продемонстрировал, ещё, по-моему, в 80-е годы, этолог Франц-2. Что он делал? Он наблюдал за колонией шимпанзе в городе Арнен и внимательно фиксировал на протяжении достаточно длительного периода времени количество фрикций, количество подходов к грумингу, количество драк, игр и так далее, да. И, ну, в конце он сделал вывод и даже в каком-то смысле объяснил, объяснил революцию, которая произошла в этой колонии шимпанзе, политическую революцию. Он мог объяснять то, как теряет свой статус вожак стаи, да, объяснял через, например, падение частоты, допустим, груминга, да, или фрикцией, вот, ну, даже не фрикцией, а сексуального взаимодействия, да, таких актов. И это, на самом деле, я понимаю, что это импозантно и довольно бредово звучит, но это было здорово, потому что это предполагало очень внимательной теории этнографического описания, чтобы, например, различать драку от игры, да, там различать груминг от негруминга, да, каких-то других форм взаимодействия, которые при этом предполагали схожие действия, да. Это требовало обязательного понимания, уже понимания текущей, да, конфигурации, да, социальной структуры, или как, ну, политической и социальной структуры в колонии шимпанзе. И, в общем-то, теория изначально, да, позволила поставить вопрос, на который впоследствии эти самые данные логитюдные, да, позволили ответить. Да, и мне кажется, что это, в общем, классный методологический текст, который нужно прочитать каждому вот социологу, вот, если бы... Даже если он внутри этой группы шимпанзе находится, да? Что? Даже если он находится сам внутри этой группы шимпанзе. Ну, это накладывает определенные, да, на сцену. Я присоединюсь, я давно собирался прочитать эту книжку, прочитал вот сейчас, в ноябре, наконец, и я знал, что я не пожалею, не пожалею. Но тут сложнее, вот, извините, мы сейчас продолжим, просто, непосредственно реакцию. В какой степени, вот, там, эксплицитной теории, вот, как таковой, вот, была ли она или нет, я не уверен. Там, ведь, первоначальное понимание, назовем это первоначальное понимание, вторичное понимание, которое проистекает из данных, да, там, ну, представляете, несколько лет, с 74 по 79, непрерывно наблюдали, еще на камеру снимали. Ну, и там, заморочу сейчас, не буду вдаваться в детали уникальности этого эксперимента, но до этого есть некоторое первоначальное понимание, которое тоже возникает из длительного наблюдения. Он правильно говорит, что если мы с вами, любой, даже, студент, там, зоопака подойдет, и будет часть смотреть, и она ничего не помнит, вы их понимаете, ничего. И только после того, как ты несколько лет их просто наблюдаешь, ты начинаешь дифференцировать, отличаться, разные формы их поведения. То есть, для того, чтобы строить какие-нибудь теории, ты сначала, в данном случае, должен дым-дым-дым-дым. А в чем там вот, где там место теории, я вот, она там есть, я согласен, точно, ну, к тому же, это еще и в политическую историю там все привозят, но вот как она была встроена там, это отдельно. Ну, для этнографа, конечно, структура родства, это вообще теоретическая категория вообще родства, он там знал, кто черепел, он знал, кто вождь, он знал, да, например, там же еще был круг самых, да, достаточно влиятельных. В общем, это вполне себе, да, и подчеркнуто из наблюдений, этнографического, какие-то теоретические категории. Ну, предварительные, да, были. Алисей, потом вот как раз... Да, да, да. И абсолютно продолжение этой же дискуссии про теорию и вот этот пример. Дело в том, что, что значит нам доступны все данные, так не бывает. Один из, когда мы в первый раз начали работать вот с этими данными, когда вы в первый раз увидели, ну, вот, данные по сайту FLU, который там не собрался и когда-то все отлично будет. То есть вот отлично они есть. При этом есть такое количество возможностей, как их именировать, чтобы ответить на какие-то вопросы. А какие могут быть вопросы? А вопросы могут быть самые разные. Ну, буквально, что есть успешность фрилансера на сайте более широко? Что есть, например, успешность человека, работников в рамках предприятия? Вот нельзя просто подходить к тому, что у нас есть какая-то зависимая переменная. Так только бывает вот в AB-тестах, когда нас интересует конверсия, сколько человек прошло посылки. И там еще это бывает сложнее, потому что нас интересует не только, сколько прошло, но и что они дальше делали, и сколько в результате не только там купили, но и вернулись. То есть даже там это сложнее, в социальных новках это еще сложнее. Дальше, если пример вот с этими... То есть, в принципе, способ кодификации регирования уже является теоретическим инструированием. Способ кодификации регирования, получения дополнительных перемен, которые вообще изначально не содержатся в этой досете. Вот, говоря об исследованиях Валерия Юрьевича, он как-то интересен. Вот в статье, которая написана для социологического сообщества, там это все ставится под вопрос, там значение теории, а в статье, которая написана для абсолютно менеджерского журнала, там значение этой теории очень хорошо объясняется. Ну, в частности, HR... Это важно, аудиторию надо... Ну да, разумеется, как бы подкол такой. Например, самое простое, да, вот вы хотите обучить машину, определять, какой работник, какой кандидат станет лучшим работником. И выясняется, что компании систематически не собирают данные о людях, которых они не принимают. То есть, у них нет этих данных. У них данные-то большие, замечательные, сохраняют. Но половины выборки, в смысле, девятидесятка выборок у них нет. То есть, они не могут ответить, в принципе, этот вопрос. Дальше возникает проблема с тем, что... Вот вы говорите кандидату, типа, иди отсюда. Но перед тем, как он пойдёт, вы должны, наверное, его о чём-то спросить, чтобы дальше обучить свою машину. О чём вы его спросите? И чем, и чем? Ну да, да. Ну, разумеется, это мы спросим. Что ещё? Ну, возраивают там вопросы об этих макаках. А вот, допустим, не знаю, лук, шимпанзе. Да, шимпанзе. А вот длинный цикл не мог влиять на это изменение позиции божака, да? Наверное, не мог. Но для того, чтобы понимать, что вот эти данные не элевантны на лунном цикле, а количество почёсываний, таки да, для этого нужны эти ударения. Да, Аня, Аня, пожалуйста. Я ещё забыла. Да, я два года езжу по двухколоздничному концепту, в районе город Березники. И могу сказать, что да, только сейчас примерно начинаем. Может быть, отличать игру от атаки, что это проще. И то не могу сказать, что мне кажется. И 24-го числа у меня будет больше вопросов, наверное, Сундура, потому что, так скажем, я не могу найти каких-то объяснений, каких-то полезных вещей в социологии в том числе. Но и в антопологии тоже. Поэтому, как бы, вопрос у меня, скорее, практически по этому поводу кинет. Я посмотрела эту книгу, прочитала, сколько могла быть некоторая по диагонали. Было много интересных кейсов. Я даже подумала о том, что было бы очень классно, вот если бы, например, прежде чем я выбирала, куда поехать, для multi-sided films, у меня была бы некая статья, в которой было написано, что социальная мобильность, как вот в этом кейсе про Алабаму и Колорадо там была. Что какой-то человек провел исследование и показал, что для Алабамы вероятность того, что человек из lower quantile of national income for family background поднимется в top quartile of national income, составляет 4%, а для Колорадо – 13%. Это было бы очень интересно, потому что я знала бы, что мне нужно было бы, например, съездить в Иркутск и Владивосток, а не там, я не знаю, в Лязьму и Якутск. Потому что вот это вот есть такие данные, основанные на этой. И там было достаточно много таких вот примеров. Ну тут я начала себе задавать простой вопрос. Во-первых, это подозрительно просто. То есть, как бы, если я понимаю это описание, это означает, что это, скорее всего, самые простые, самые эксплицитно понятные, широкому читателю-популяризатору вещи, которые он как бы выбрал. Возможно, они были достаточно удачные для своего как бы дизайна и простоте одновременно, чтобы их печататься в Science, Nature. Очень часто так бывает, что самые простые очередные вещи, они становятся как бы, если они хорошо доказаны, они приходят в эти журналы. И, соответственно, да, я спросила, собственно, специалиста по machine learning, по coding, которому я сидел буквально напротив меня в кресле, я простого мужа говорю. Я говорю, действительно, что ли, это вот стоит поучиться хотя бы читать эти вещи или действительно стоит обладать какими-то навыками для их производства? Он говорит, ты что, шутишь? Вот это всё, он почитал мне про экзамен, говорит, это очень просто. На самом деле это уже намного сложнее. И чтобы обладать всеми этими навыками минимально и делать это минимально не дилетантски, нужно лет пять. А по большому счёту, наверное, лет пятнадцать. То есть это узкоспециализированный и очень sophisticated активизм. И у меня действительно огромное уважение к этому. Я не могу предполагать, что я пойду и начну читать философские тексты, не проучившись три года специальной философии. То же самое я не могу сказать. Здесь ещё там, наверное, больше. Потому что навыки специфичны. Поэтому вопрос-то, действительно, как организовывать всю эту интердисциплинарность. Или, как я предполагаю, просто иметь какое-то комьюнити со своими процессами аудита, на которые я могу полагаться, чтобы мне не нужно было становиться экспертом по производству этих знаний, и иметь доступ к конечным результатам, которые я могу использовать для своих собственных целей. Или, действительно, как ты говорила, что вывод такой, что вам нужно осваивать какие-то навыки. Я не так сказала. И тогда давайте определимся, во-первых, кому надо осваивать какие навыки, от чего это зависит. И если навыки не надо осваивать, то как наладить коммуникацию и взаимную полезность между разными спектрами того, что мы делаем. Потому что, честно говоря, для того, чтобы делать то, что я делаю, тоже нужно очень много времени. Вам просто озвучили, мне в колонию шимпанзе еще ездить 15 лет или 40 лет. И у меня в сутках только 24 часа. Я могу или ездить в эту колонию и производить определенного рода дамы, или я могу садиться вот со стасом и засваивать кондиционер. Ну, если есть ответ, скажи, я потом скажу своему мнению. Я думаю, что ответ, как бы, он не то, что по верхности, но как-то не случится, в разделении труда. В смысле, что нужно искать партнера, нужно искать... Ну, а если выше подыматься на уровне наук, не то, что, ну, наверное, нужно как-то вовлекать этих вот интересующихся дата-сайтистов, ставить им задачи, реальные задачи, как бы, вовлекать, устроить исследовательские коллективы на этом разделении труда, как бы, в работе. Ну, надо понимать, конечно, что там происходит. Да, да, да. Вопрос, знаешь, в чем? Что здесь, как в сходе физиков и лирики, лирики признают специализированность и ценность физиков, а физики не признают специализированность и ценность физиков. Вот это и есть. Ошибаемся, потому что, опять же... Почему люди очень много интересуются? Абсолютно, абсолютно. Во-первых, я могу сказать на собственном опыте, что, да, когда мы выезжали там в кадровый резерв, и математики, или те люди, которые работают на факультете информатики, они подходили и говорили, вот у нас есть такой инструмент, круто, но мы не знаем, куда его приложить. Более того, не мы пришли на информационный... Ну, в смысле, на факультет информационных технологий и сказали, давайте кооперироваться. А наоборот, эти люди несколько раз приходили, там, в том числе к Вадиму Валерьевичу, там, устраивали встречи и так далее, а они ощущают необходимость в этой кооперации. И на данный момент, ну, такое ощущение, что даже больше, чем мы, мы больше занимаемся каким-то игнором. На мой взгляд, когда я говорила, что нужны навыки, я имела в виду, безусловно, мы должны разобраться в логике, как это происходит. В свое время, когда появилась программа типа СПСС, и приходилось еще на ДОСе их осваивать, короче, нужен был хоть один нормальный математик, который бы объяснил, как вот эти математические инструменты соответствуют социологическим задачам. И это было, ну, да, вот мы все осваивали, ну, заново, кто-то в более взрослом возрасте, кто-то в менее взрослом, ну, для кого-то это вообще уже объективная реальность, но когда это стояла задача. И один из моих вот таких вот как бы рассуждений, предложений, мне кажется, что нужно какие-то совместные, хотя бы пару семинаров провести с теми же информационными технологиями для того, чтобы обменяться, ну, вот, или найти человека, который мог бы донести логику того, что они делают. Ну, хотя бы каких-то логических вот... Возможно, мы не сможем, возможно. Возможно прокомментировать. Ну, возможно. Да. Я хотел бы тоже прокомментировать этот вопрос, но скорее немножко противоположен, к сожалению, сторону. Дело в том, что я, например, скорее больше в контексте data science участвую, в том плане, что вхожу в некоторых социальных группах и постоянно вращаюсь вокруг их трендов. К сожалению, здесь важно различать организационный контекст. Это будет чуть ли не самое ключевое, как бы, понимание того, как нам развиваться. Я к чему? Что для того, чтобы создать коллаборацию, нам необходимо теперь, на мой взгляд, к сожалению, навязывать вне университетскому сообществу идею того, что есть продукты, есть решения, и что, если вы хотите погружаться в вопросы, которые вы не очень хорошо понимаете, надо не пытаться своими усилиями это делать, а позвать именно человека, который в этом разбирается. К сожалению, вне университетов, что очень сильно происходит, в негативном плане очень хорошо, в кавычках, происходит у стартапов, что социологов на решение вопросов, где реально нужна социология или, по крайней мере, психология, их не приглашают вообще просто потому, что оптимизация нужна кадров, это первое. А во-вторых, все равно есть предустановка, что мы больше работаем с теорией, они больше работают с алгоритмами, они им больше доверяют. Вот это, опять же, к сожалению, мы опять сталкивались с проблемами заложения существа цифр. В том, что это не то, что, к сожалению, это проблема вообще нужна, кому нужна теория и зачем. Вся социология, все социальные науки начинались с rational такого, что для того, чтобы управлять чем-то, нужно это понимать. Без понимания не будет эффективного управления. Сейчас, мне кажется, все больше и больше есть понимание, что если ты нашел взаимосвязь между двумя факторами, тебе уже не нужно обязательно знать, что именно там происходит. Этой взаимосвязи достаточно. Нажал на кнопку здесь, получил эффект там. И этот эффект выражается в монетарном, как бы имеет монетарный вес. Можно, конечно, начинать разбираться с какими-то объяснительными моделями, но, возможно, вот, так скажем, вот это вот additional, вот, ну, как бы вот bottom line вот этого взбирательства, она не будет настолько крутой, как вот просто найти эти два факта. И в результате получается, что в него невыгодно вкладывать. И это понятно. Поэтому мы своей теорией занимаемся немножко, потому что, ну, нравится нам. Ну, вот, габитус у нас такой. Ну, вот, придумали мы себе, что вот это интересно жить так. Но они говорят, ну, тогда этот интерес вы, за свой счет, и как бы и... Нет, я с вами абсолютно согласен, что для того, чтобы понять хотя бы хоть немного то, что происходит у них, требуется как минимум 10 лет. Я согласен с вами. Именно поэтому, к слову, и Computational Science родился как парадигмальное такое поле, просто потому что это социологи, которые перешли на их поле и пытаются уходить туда. Просто потому что для того, чтобы с ними разговаривать, нужно, в первую очередь, сводить все к таким техническим сущностям, в первую очередь. Им теория нужна. И, например, сейчас во многих хендбуках появляются исследования, в которых выводы формулируются такой достаточно прозрачный, что нам надо объяснение. Мы взошли в тупик сами, действительно. Поэтому из-за опроса стороны Computer Scientist возрастает по отношению, например, Social Scientist. Просто проблема в том, что нам нужно найти общий язык. Сейчас Social Science и Computer Social Science находятся немножечко по разу сторонам баррикад, а Data Science фактически это та штука, которая запрягает один на второй. Просто в одном случае есть некоторые преференции, потому что выработался язык обмена, и когда ты разговариваешь на языке этих же программистов, по сути, которые сейчас являются Data Scientist, ты можешь свои теории, социологические теории, аналитические какие-то категории им привнести. И они это оценивают. А вот Social Science, к сожалению, сейчас находится именно далеке именно от технических вещей, на мой взгляд. Поэтому вне университета мы сталкиваемся с проблемой вот такой вот замкнутости. И при этом внутри университета мы видим как раз и наоборот, потому что есть некоторая солидаризация вот этих рамок, понимание того, что где-то мы, может быть, бессильны на пути к истине. Там, конечно же, есть своя специфика, но сам факт. Может быть, тогда разделение труда как бы сделать еще более специфичным, выделить некую страту или класс переводчиков, которые бы делали бы переводы между Data Science и Social Science, и Social Science, и Ethnographic Science. Потому что, насколько я помню, ты тоже писал Десеппа Левистровса и сказал, что ничего не понял. Поэтому, может быть, нам нуждают между переводчиком, потому что нет времени. Да, можно пару слов? Мне кажется, что эта междисциплинованность, о которой речь прошла, это в каком-то смысле хорошее решение проблемы, которое предполагает, что да, социологи будут в одной команде взаимодействовать с Data Science и решать некие задачи. Почему? Потому что у Data Science есть очень простая проблема и очень простой вопрос – им нужны данные. Им нужны данные… Им надо посчитать еще, да, и получить результат. Значит, некие стандартные задачи, которые, так сказать, мы ставим, они, конечно, решают их левой ногой, но все равно им нужны данные даже для своих стандартных задач. Вопрос в том здесь, конечно, что действительно мы не можем пока сформулировать достаточно интересные и сложные задачи для них, потому что… И вот они взаимодействуют обычно, например, с физиками, с технарями и так далее, потому что, так сказать, их теории уже в математическом языке выросли. То есть, когда, так сказать, наши постановки будут достаточно, как бы сказать, изощренные, да, и уже их можно будет хорошо формализовать, да, в компании, может быть, с Data Scientist, да, с компьютерных наук, тогда, так сказать, они действительно заинтересуются, потому что сейчас мы скорее находимся на стадии тогда, когда есть просто проблема, так сказать, для них, да, использования каких-то массивов данных для решения неких, там, довольно, таких уже сейчас, ну, достаточно таких стандартных задач, связанных, например, с Machine Learning. Пожалуйста, вот Machine Learning, если ты имеешь некие, так сказать, эти самые задачи, да, и знаешь, откуда данные взять, ты спокойно можешь пойти, так сказать, и найти партнера себе, да, вот, внутри вышки, да, который тебе поможет этим заниматься. Дальше ты напишешь какую-то статью с использованием ссылками соответствующими, и все будут счастливы. Но если ты хочешь более глубокого, значит, сотрудничества и взаимодействия, да, и, так сказать, с некой совместной работой, ты должен некую содержательную постановку сделать такую, чтобы она была интересна человеку, который работает с физиками, да, и там где-нибудь в Церне считает, там, значит, как там элементарные частицы на этом самом, значит, андронном коллайдере встречаются и прочее. То есть, наверное, у нас в перспективе могут быть такие задачи, мне бы хотелось в это верить, вот, но сейчас мы находимся на некой такой другой стадии, да, но при всем том, это вовсе не исключает кооперацию. Насколько я знаю, у них же тоже есть там, это вот, значит, их, data, как она, data culture, да, у них называется, да, программа, они как раз вот для таких, как я понимаю, достаточно стандартных задач, вот, и, так сказать, пытаются это взаимодействие наладить. И с их стороны здесь как раз есть, они как раз понимают, что хотят, они не очень тратят много на это времени, и не очень хотят тратить на это много времени, потому что сами по себе задачи для них, это, в общем, ну, не детский сад, но что-то в этом роде. То есть это стандартная задача. То есть она стандартная для, может быть, я не знаю, там, студента магистратуры, да, факультета компьютерных наук, а для уже, условно говоря, даже просто младшего научного сотрудника она уже не очень интересна, потому что она стандартная, так сказать. Нет, нет, для них можно больше. Может быть, я тут... Для них не очень стандартная задача, то есть у них, как мне кажется, наоборот, есть сейчас потребность, чтобы поставить какие-то содержательные задачи, а не просто посчитать взаимосвязь. Я тут недавно была на Хакатоне, меня пригласили в Хакатон, по поводу вот этих big data в социальных науках. Ну, понятно, да, что там студенты, команда, они должны были в течение дня какие-то сделать проекты, и им дали там три массива... Ну, не массива, а вот эти сета-запли. Сета-запли. И я посмотрю, какие вопросы... Там были уже студенты разные, не только... То есть наших не было почему-то. Ну, там были политологии и так далее. Да, там смотрят, прежде всего, взаимосвязь, да, или что-то. Ну, а потом у самих возникает же вопрос, и тоже же, а нужно какую-то содержательную задачу. А для того, чтобы поставить содержательную задачу, вопрос о теории, ну, она у тебя должна откуда родиться, эта задача всё равно из каких-то теорий, рамок, а не просто вот... Даже если, там, не знаю, тысячу, миллионы проведёшь вот этих вот корреляций всего, ну, может быть, ты как-то дозреешь до гипотезы, да, но всё-таки у тебя должны быть какой-то такой теоретический бэкграунд, и они сами к нам выходят. Тогда я тоже приходил, именно в плане ресерч, что у них есть данные, да, у нас есть алгоритмы, мы знаем, как с ними работать, но давайте содержательную задачу, да, зачем содержательную задачу? И да, у нас есть разные стандартные написания статей, как там у них и там у нас, но, тем не менее, здесь без дисциплинарности как раз-то... Ну да, ну, при этом, конечно, нужно, как минимум, на этом языке немножко разговаривать, чтобы они это понимали и их понимали. Ну да, нужно понимать логику, как бы, что делать. Ну, это всё напоминает, когда только вот компьютеры появились, да, ну, вот у нас на шторе, да, в машиночитаемый вид, клеоместрика, все вот это, как бы, ну да, мы должны понимать логику метода, да. Конечно, никогда не станем программистами, никогда не станем, там, 15 лет, 10 лет на то, чтобы залезть в голову, как бы, в шутки. Вот реально, как ты думаешь, освоят эту логику человеку без математического проявления? Нет, нет, смотрите, я... Ну, Ань, ну, почему? Конечно, нет. Нужно, конечно, не освоить, нужно просто... Нет, не освоить, а освоить достаточно для коммуникации. В общем, специалистов у нас есть... Нет, смотрите, нет, освоить можно. Есть пару, как бы, таких базовых... Это вопрос, там, максимум двух лет. Больше нельзя. Просто потому что... Больше нельзя. Это... Я могу... Почему я делаю... Ваши команды, в Калификации, на два года все, пожалуйста, обязательно. Я делал на этом акцент просто потому что... Потому что... Куча Бигдейли. Я делал на этом акцент просто потому что, пока мы здесь разговариваем, на архиве появляется очередное обновление существующих методов. Ну, прекрасно, ради Бога. Нет, да вы никогда не угонитесь. Потом критикуется же. Нет. Нет, нет, я считаю, логику метода, в моем понимании, Это вот не математическую кухню, как это все, а вот в самую логику, то, что говорится, логическая суть. Как вы что? Да, мы научили, что вам не нужно производить финансовый отчет, вам нужно только уметь его читать. Понимаете, где там ебидта, где что и все. И это можно сажаловать. Ебидта, ебидта, ебидта. Да, я не знаю, как поручить. Я не знаю, как поручить, сам с ебидта. Вопрос, действительно, тогда, вот уже мнения разделились по этому поводу, в какой степени нужно это освоить? Ну, конечно, будут говорить, и еще больше спросить, да и ты сам сестра вообще, что это невозможно, как ты услышала мужа, что там 15 лет нужно, все правильно. Но как появились эти... Не знаю, Волков пишет статьи. Как начали применять эти методы мат-статистики, допустим, в гуманитарных науках, да, ну, понять, что стоит за фактором анализа, что стоит за классом, сам логику, как я говорю, а за... Ну, это тогда приглашение к разговору, потому что здесь уже это... Почему так диктивно ставишь вопрос, а сколько нужно данных сайтов, чтобы научиться ставить теоретические задачи? Ну, тогда тоже, да, да, да. Да, да, да. Вот, 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 вот здесь не нужно, на самом деле, становиться в ситуации, когда мы должны осваивать какие-то навыки. Вопрос в том, что, так сказать, тогда зачем нужны компьютер-сайентисты? Да. В этом смысле нет никакой необходимости их с собой заменять. Для этого просто нужно понимать примерно минимально, чтобы с ними коммуницировать. Так, еще, правильно, надо немного отвоевать наши же науки. Они идут к нам и захватывают буквально наши... Девять, ну мы не захватываем. Они, нет, представляете, уже есть публикации, их программисты исследуют доверие сами. Да, пусть они исследуют. Они все равно никогда не будут исследовать, так как мы с нашим походами... Это понятно, но попробуем объяснить. Пусть исследуют. Да ради бога. Коллеги. Началась уже, как бы, такая, началась беспорядочная, заинтересованная обсуждение. Это означает, что мы, видимо, стреляемся в кампусе. Вот. Докладчик сбежал. Это знак, это какой-то знак. Если у кого-то еще какие-нибудь настоятельные суждения по, не знаю, что... Либо хотите смело поставить какой-нибудь вопрос, или сказать, наконец, сколько нужно лет. Жизнь. На самом деле... Пушение квалификации. Я бы тогда определил, связывался мне вообще с этим или нет. Один вопрос только остается общего плана для социологии, а именно качественной. Что делать с качественной социологией, а именно с интервью, которая... Которая вот... Что с ними дальше делать? Вот остальное становится уже вторичным. А в это время, вы заметили, что у нас есть элементы с такой территориальной сегрегацией, есть второе крыло, есть часть вот левого крыла, а качественные социологи, они... Они очень повалкивают. Они сидят путихо, культурно. И... Не освечивают. И что они про себя думают? Пошумит, пошумит. И пройдет, а качественная социология... Я уверен, что они правы. Да, конечно, они правы. Хорошо, коллеги, я думаю, что... Ну, понятно, что тема затрагивает все умы и сердца. Я уверен, что и качественные социологи переживают. И за счетом рисуем по этому поводу. Если будут какие-то еще предложения с разных сторон по этой теме, то мы готовы. То есть какие-то еще выступления работы, это приглашение кого-то с той или иной стороны. Мне кажется, важно вот эту историю продолжать, потому что мы понимаем уже не только более чем интуитивно, что здесь открываются какие-то не до конца понятные возможности, которые тут же и закрываются, как там все популярно объяснили. То есть не просвистели коммунизм, как обычно. Что нас не успеваем? Кто ты это человек? Да, мы успели обеспокоиться по этому поводу. Мне кажется, качественные рано расслабляюсь, потому что потом придут и за ними. Да, я же говорю. В ближайшее будущее, когда все телефонные звонки будут записываться, и как бы будут огромные массивы данных, что вообще говорит человек вообще в этом мире. Количество анализируется. Если что, количество. Почему? Почему количество? Это данные, как бы это заменит интервью. Интервью полностью заменит. Когда мы будем, не надо спрашивать человека, а мы просто знаем, что он сказал, как бы, за всю жизнь. И мы можем по любой теме, по любой теме набрать. Вполне понятно, Денис Олегович решил все-таки догнать и заменить. Качественные социологи. Есть масса анекдотов по теме, а далее следующие и далее предложения. Нет, просто всех заменит экономист. Да, понятно, что все... Программисты. Коллеги, уважаемые, ясно, что все кончится плохо. Но вы надеетесь, что, по крайней мере, некоторые не доживут на это. Так вот, еще раз. Значит, любые предложения, по приглашениям кого-то, с той или иной стороны, с чем-то интересным. Давайте продолжать тему. Подумаем еще как-то, какой-то мециклик Тайки на этот счет устраивать. И по поводу возможностей, которые открываются, закрываются, по поводу угроз, по поводу угроз для теории, потому что что-то явно пытаются. Ну, в принципе, социологи особенно привыкли к этому, потому что это все время предрекается конец всего. Но, тем не менее, игнорировать совсем это, видимо, не стоит. Итак, пока я заполнял эту паузу, я хотел еще раз спросить, если какие-то настоятельные высказывания. Я считаю, это трех. Раз, два, три. Кажется, их нет. Тогда спасибо большое. И встречаемся, увидимся у елочки. Субтитры сделал DimaTorzok